Дорогие девушки, дорогие женщины, девочки, если у нас такие есть сейчас на вебинаре, я всех приветствую на прекрасном вебинаре «Космическая женщина в бизнесе». Этот вебинар будет не только про бизнес, это скорее будет про наше с вами состояние, про ресурсность. Также, конечно же, мы поговорим про успех. В общем, очень много всего я добавила в этот вебинар. И этот вебинар для меня очень долгожданный, потому что я долгое время хотела его провести. Хотела его еще провести, когда случилась у меня история с Китаем. Если вы на меня подписаны, скорее всего, вы знаете, что я вам в процессе расскажу о ней. Это было еще несколько лет назад, но не было подходящего времени. И сегодня самый идеальный день для того, чтобы провести этот вебинар. Я очень рада, что все слышно, все готовы. И если мы готовы, то я вам одну секундочку расскажу о себе для тех, кто у нас новенький. И мы будем с вами начинать. Меня зовут Арина Корчкова. Я владельца собственной онлайн-школы TripSteps. Мы преподаем английский и испанский. И я уже несколько лет нахожусь в онлайн-бизнесе. И также преподавала йогу и практикую йогу уже на протяжении восьми с лишним лет. И сейчас я хочу, чтобы вы написали о себе немножко, откуда вы. Расскажите вообще о себе побольше, потому что для меня очень важно понимать, кто сегодня здесь есть. Это необычный вебинар. Я много вебинаров в своей жизни проводила. Это были в основном языковые вебинары. И в языковых вебинарах очень важно, чтобы человек давал обратную связь, потому что он тогда лучше понимает язык. Но сегодняшний вебинар – это ваша ответственность перед самим собой. То есть вы можете просто посидеть, послушать, но тогда вы заберете какой-то минимальнейший процент. Если же вы вводите, у вас будут вопросы, у вас будут задания, на которые вам надо сесть и подумать самостоятельно. Если вы возьмете на себя эту ответственность перед собой, подумать, да, а что я могу улучшить, а какая у меня ситуация, в какой я сейчас ситуации нахожусь, то вы намного-намного больше всего с собой заберете с этого вебинара. Так что я очень сильно подбадриваю данные языковых вебинаров. Пишите для того, чтобы вы лучше запомнили. В данном случае это ваша ответственность полностью перед самой собой, для того чтобы, если вы чувствуете, что вам очень хочется уже перестать выгорать, уже кайфовать и при этом действительно зарабатывать те суммы, которые вам хочется, при этом жить, чувствовать себя счастливой, успешной, расслабленной, то я очень советую вам сегодня быть включенными в этот вебинар и ответьте, пожалуйста, на вопрос, да, на вопросы, откуда вы, в какой ситуации вы сейчас находитесь, то есть вы выгораете, или вы чувствуете максимальную ресурсность в себе, или же вы проявляетесь в этом мире, да, через свое хобби, через свое предназначение, любите ли вы свою работу или нет. Это также важно будет для меня, потому что я веду вебинары и буду понимать, кто сегодня здесь собрался и куда, в какую сторону мне больше идти. Да, и напишите, пожалуйста, еще, делаете ли вы это с легкостью или через стресс, переживания, слезы, расстройства, да, то есть это тоже очень важно, это ваше состояние, и с вашим состоянием мы тоже сегодня будем работать. Отлично, я вижу, что вы пишете, замечательно. Сегодня голос у меня серьезнее, чем обычно, возможно, но мы сейчас с вами во время вебинара, нам надо с вами очень много серьезных тем обсудить, и пока вы пишете, я обязательно к этому приду еще, да, прочитаю ваши ответы, и потихоньку начну рассказывать то, чем сегодня хотела поделиться. «Нас всех учили работать, но не учили добиваться целей в состоянии легкости». Это первое, с чего мы с вами начнем. Вот, да, и я вижу уже, девушки пишут, что я не знаю, что делать, просто не хочется ничего делать, я понимаю, что нужно, но не могу через стресс. Да, вот, это как раз-таки тоже про это, но начнем мы с вами про легкость и про то, что там добиваться цели. На самом деле это все у нас начинается еще со школы. Если вы учились в обычном формате в школе, я вам расскажу немножко о том, как бывает по-другому, и какие из этого вывода можно взять. Я буду также рассказывать некоторые моменты из своей жизни, и постарайтесь взять максимально большое количество для себя той информации, которую я хочу донести. Очень важно сейчас взвести в суть и понимать, ну, то есть основную цель того, что я хочу сказать. В школе нас научили, да, тому, что вот надо сделать там по математике пять упражнений, по русскому три упражнения, нарисовать картину по ИЗО и там еще что-то, да. И каждый день мы приходим с такой домашней работой. У нас нет возможности подумать, ну, ладно, я делаю это там на выходных, да, а сейчас я займусь другими делами. И, по сути, вот, ну, есть вот эта структура. Это очень удобно, это очень удобно, потому что человек, ну, в принципе, растет, да, с таким мышлением, что за меня уже все решили, за меня уже все расписали, мне это просто надо сделать. И очень часто все не любят это делать, да, потому что, ну, как-то это же не я решил, да, когда мне это делать, в каком состоянии, настроении мне это делать. Делать надо? Делаю. Балет голова, неважно, надо делать, я делаю. И вот в таком формате очень часто дети учатся, в принципе, всегда. Я училась на полудомашнем образовании, потому что я спортом занималась, и практически всю зиму, осень и половину весны я жила в горах. То есть я сама решала, когда я буду делать домашнюю работу, я сама решала, какую я буду делать домашнюю работу. И бывало такое, что я садилась раз в год и делала всю домашнюю работу там за два дня, да, по математике, там скажем, и ее все сдавала, отправила. И вот так тоже бывает. То есть вы тоже можете сами решать, когда и что вам делать. И это все начинается со школы, затем у нас идет университет, затем мы выходим из университета, и мы не понимаем, а кто нам и что нам должен сказать. Мы ожидаем, что нам что-то, и кто-то скажет, а куда нам пойти, а что нам сделать. Это очень удобно, мы к этому привыкли, мы так всю жизнь жили. И перестроиться с этого формата очень-очень сложно. Мы все равно будем ждать, да, что нам кто-то что-то где-то скажет. И вот это очень большая ответственность на себя взять, да, ответственность за свое состояние, за свой успех, за свою жизнь. Именно поэтому, да, сегодня я сказала, пишите обязательно в чате. Возможно, я не все успею прочитать, потому что нам очень много всего с вами надо будет обсудить. Но самое главное – это то, что вы работаете сами с собой. То есть вы через то, что вы пишете, через то, что вы размышляете, через то, что вы обдумываете вглубь, вы сами работаете с собой. Понимаете? И вот это и отличает, да, человек, который там в бизнесе или своим делом занимается, или на фрилансе, от человека, который работает в найме. Я сейчас, ну, то есть опять же, да, мы сейчас не воспринимаем, что есть плохо, что есть хорошо. Это прекрасно, особенно для девушки, для женщины, да, работать в найме, потому что в бизнесе очень много головной боли. Я тоже об этом сегодня расскажу, о том, как это все воспринимать, о том, как, куда надо идти, не надо идти, но ответственность нужно брать и учиться всем. Это просто позиция взрослого человека – взять ответственность за как минимум свое состояние, да, как максимум уже за все сферы жизни. И поэтому, да, сегодня тоже очень многие, даже есть такое научное исследование, да, проводилось в этом году, что одна треть населения Земли в этом году прошла через легкую депрессивную форму или через более непростую, да, депрессивную форму, состояние. Одна треть, представляете, как это много. И это тоже есть последствия того, что мы просто не умеем брать ответственность за свое состояние, за то, чтобы учиться, жить, работать, создавать что-то, работать где-то, без разницы, да, в состоянии легкости. Безусловно, также эта вся ситуация в мире на этом, как бы, на это повлияло. Хорошо. И я прям секунду посмотрю в чате, что вы написали. Так, есть знания, хочу отнести в мир, боюсь выйти в онлайн, на широкую аудиторию, люблю то, о чем занимаюсь, но иногда сложно. Вижу все, читаю быстро, просто чтобы мы с вами не очень долго задерживались. Ага, одни решительности страха делать свои продукты, нести пользу людям. Прекрасно. Живой труп, да, хожу там, живой труп, мне тоже это было известно. Да, иногда сложно из-за стресса и огромного количества дел, но я сама усугубляю, да, я вас понимаю. Мы сейчас с вами поговорим про то, как изменить свою реальность. Это самые такие простые, да, базовые сферы, не сферы, а фазы, и через которые обязательно надо пройти. Первое – это очищение себя от всего, что тебя тянет вниз. Второе – это наполнение энергии, изменение своей окружающей среды и своей реальности. И третье – это новые действия, новая реальность, новое созидание. И это очень просто на самом деле. Смотрите, то, что не пусто, да, то не может быть заполнено. То, что не заполнено чем-то новым, то не может создать что-то новое. Это логично, да? Даже еще Эйнштейн говорил про то, что это очень глупо – делать старые действия и надеяться на что-то новое, на новый результат. Ну, правда. То есть вам постоянно надо… Ну, и вот этот круг очищения, наполнения и новые действия – это то, что будет происходить в течение жизни всегда, если вы хотите какой-то сделать квантовый скачок и как-то изменить свою реальность. Если у вас дом переполнен старыми вещами, то ожидать, что у вас там появится новая энергия, наверное, глупо, да, потому что вас все время будут вещи отвлекать. Ну, то есть энергетически они будут вас тянуть вот вниз. И очищение здесь идет не только про окружающую среду, да, в квартире, то оно и логично, что нет. То есть очень много всего очищения у вас внутри от блоков, от страха ошибок, как вот вы писали, да, что очень страшно ошибки допустить. Сегодня мы просто с вами про ошибки тоже обязательно поговорим. То есть это три очень важные фазы. И если вы попытаетесь их сделать в обратном направлении, то, ну, вы все равно споткнетесь, потому что как можно наполнить то, что уже наполнено, вы уже наполнены чем-то. для того, чтобы себя заново наполнить, надо себя сначала, ну, освободить это немножко место. Хорошо. Мы сегодня с вами, я много некоторых моментов таких подготовила, которые вам очень советую выписать. И поговорим тоже сегодня про реальность. Уже пойдем дальше, там, в страхе, в ошибке и так далее, но первое и основное, да, это новая реальность. Это уже я больше чем уверена, что вы это уже где-то слышали, чувствовали, где-то как-то вам это откликнется, потому что это не новость, это уже последние лет 10-15 об этом говорят, но про это важно сказать, да, что раньше реальность, она была линейная. То есть вы, наверное, слышали, что чтобы стать лучшим, надо идти по одному пути и быть вот только бить в одну точку, и все. И вот ты идешь, и идешь, да, наши там... Вот у меня дядя так любит говорить, там, родители, бабушки, дедушки, что ты идешь по одному пути, и все, не сходи никуда, да, вот ты преподаватель испанского, что-то ты в английский полезла, да, ты там, ну, я не знаю, то есть вот и все шли вот по этому одному пути. Это прекрасно, да, всегда, то есть время меняется, условия меняются, реальность меняется. Сейчас, если вы заметите, то даже когда вы приходите на работу, вам одно знание английского как переводчика недостаточно. Вам надо еще прекрасно владеть компьютером, да, уметь делать дизайн, потому что как-то переводчик, они умеют делать дизайн. Ну, это я про такие базовые моменты, да, говорю. Ну, то же самое, на любой работе вам уже надо владеть огромным количеством навыков. Это, ну, если говорить простым языком. То сейчас требования в мире, они намного шире, чем они были, те же самые 20, 30, 50 лет назад, да. И реальность меняется. И то же самое, то есть оно все, раньше оно было линейно, да, как по линеечке мы с вами идем, вот эти 5 миллиметров, 5 миллиметров, 5 миллиметров, вот и приходим, да, к какой-то точке. Сейчас у нас немножко меняются условия. Меняются условия не только от того, что от нас ожидается, да, на работе, то же самое. Это вообще во всем меняется реальность. То есть меняется в том, как зарабатываются деньги, да. То есть если раньше мы бы так же шли вот так по этой линеечке, то сейчас мы идем вширь. Вот мы стоим в центре, да, какой-то окружности, той же самой, представим, Вселенной, да. Вселенная, конечно, но представим хорошо. И оно идет вширь. И это огромное количество, огромное количество возможностей, это огромное количество путей для того, чтобы и зарабатывать, и получать все, что хочется. И это очень важно понимать. И эта мысль, если вы читаете книжки, такие как трансерфинг реальности, или если есть такое движение к район, да, скажем так, это люди разные по всему миру, которые получают знания от какого-то духовного эгрегора, я не знаю, вот. И они пишут то, что им говорится. И они тоже очень много про это говорят, что раньше реальность была линейной, сейчас она уже не линейная. И было очень много предсказаний на данную тему. И я бы не стала это прям воспринимать, как-то идти... Скажем так, вы это просто можете иметь в виду. И почему это важно иметь в виду? Потому что, когда мы с вами будем говорить про ошибки, это очень важно понимать условия, в которых мы живем. То есть, смотрите, когда мы понимаем условия, в которых мы живем, вот там, не знаю, звери, они понимают условия, в которых они живут, они понимают, как. Им надо там еду находить, да? И вы понимаете условия, в которых вы сейчас живете, в которых все сейчас функционирует, и намного проще работать с ошибками. И вообще, в принципе, воспринимать ошибки. Хорошо. Подходя немножко тоже будем к ошибкам, не ошибкам, а ошибкам, опытам, я хочу сказать, что... Ну, так же об этом многие говорили, что тот же Альберт Эйнштейн говорил, что логика приведет вас от А к Б, фантазия доставит вас куда угодно, и единственная по-настоящему ценная и качественная интуиция на пути к открытию роли интеллекта малозначительна. Ну, и Джон Кеха, да, ваша мысль намного сильнее, чем вы предполагаете, а каждый мысленный образ является реальной силой, способной повлиять на вашу жизнь. То есть, если вы для себя решаете, что ваша реальность, она линейна, она, в принципе, может быть линейной, но тоже все зависит от вашего... от того, как вы все это видите. И очень важный момент, это... Давайте, наверное, сначала мы с вами поговорим... Мы с вами поговорим про ошибки, раз уж я к ним подошла. Ошибки. Вот многие из вас писали, что от нерешительности хочу освободиться, от страхов хочу делать свои продукты, нести пользу людям, делиться вдохновением. И... Про ошибки многое хочу сказать, потому что, в принципе, 90% людей, которые себя не реализуют, про предназначение говорим попозже, они не реализуют себя из-за страха сделать ошибку. И сегодня у вас есть одно шикарнейшее упражнение, которое я советую выполнить всем и обязательно в чате. И вы поймете, насколько это страшно делать это упражнение. Но я призываю каждого из вас сделать это упражнение, потому что, по сути, вы друг друга не знаете. Если там один-два человека друг друга знают, прекрасно. но ваша задача сегодня и сейчас, прямо здесь, прямо в онлайне, написать ваши самые большие ошибки в жизни, которые вы допустили. И очень может быть больно и неприятно признать эти ошибки. Это может быть вообще связано хоть с чем, хоть с личными моментами, хоть с... вы можете заменить имена, вы можете даже имена не произносить. Но просто напишите, вот в чем была, заключалась ваша, одна или несколько ключевых ошибок. Почему это очень важно? Когда вы эти ошибки напишите, вы поймете, что на самом деле они не такие уж и страшные. И с ошибками нужно работать. Если вам будет проще того, чтобы я сказала, одна из тех, наверное, ошибок, которые мне очень сильно болели, приносили много боли, это была ошибка того, что я с одним очень близким человеком, для меня мы поссорились, мы семь лет не разговаривали, и моя ошибка заключалась в том, что я, наверное, в то время была менее понимающая. И уже, несмотря на то, что какое-то время назад, несколько, два месяца назад, полтора месяца назад мы помирились, но, конечно, те отношения уже не восстановить. И я долго проживала эту ошибку. Безусловно, очень много есть ошибок, связанных с работой и так далее, но это вот такой один момент, который я произнесла вслух, для того, чтобы вы понимали, что это не страшно, говорить хорошо. И хорошо, я жду, пока вы напишите. И вот уже вижу, да, я начала раньше, бросая на середине вот свою ревность, да, когда бегала за парнем, пакостила его новой девушке. Вот видите, на самом деле, это не очень страшно писать, но если вы чувствуете дискомфорт, все равно попробуйте написать, попробуйте завуалировать это как в каком-то формате, просто нужно это вот показать, что вот вам больше не страшно про это говорить. Если это какая-то очень свежая ошибка, попробуйте взять другую ошибку, потому что, возможно, вам будет сложно говорить про то, что случилось совсем недавно. А пока я хочу сказать одну важнейшую вещь, которую я однажды услышала, и это во мне осталось навсегда. И это самое прекрасное, что только есть, вот эта мысль, что корабль повернуть намного сложнее, чем лодку. И каждый раз, когда у меня случается ошибка, я думаю, боже мой, я тебя так благодарю за то, что я, за то, что эта ошибка случилась сейчас, пока я не корабль, пока я ищу лодку. И корабль, если он ошибется, то там может прийти и смерть всем людям, которые находятся на этом корабле. Лодку же намного легче повернуть, намного легче выйти из сложной ситуации. И мы с вами это все понимаем. И это касается также того же самого, я не знаю, той же самой идеи, ну, какой вы сейчас, то есть если вы уже суперизвестный, то любая ошибка может стоить вам репутации, любая ошибка может стоить вам всех денег вашей компании, будущего вашей компании. А если вы еще лодка, если вы еще только становитесь на ноги, то ваши ошибки, они вам просто помогут стать более стабильным кораблем и более адекватно, быстро, эффективно, качественно реагировать на ошибки. И это очень важно понимать. И когда мы это себе в сердце заложим, вот эту вот фразу, что корабль повернуть намного сложнее, чем лодку, то каждая ошибка, она больше не будет восприниматься как что-то, боже мой, ошибка. И она будет восприниматься как он еще. Я очень благодарна, что она произошла сейчас. И неважно, какая это будет ошибка. Очень много бывает разных ошибок. В том же самом, да, то есть у кого-то это могут быть большие ошибки, связанные с миллионами и так далее. В таком случае можно сказать спасибо, что взяли деньгами, а не чем-то еще. Но вот эту мысль я прям очень советую выписать каждому, потому что это правда. Еще один важный момент, да, это то, что когда мы боимся, мы не доверяем. А когда мы не доверяем, мы пытаемся все контролировать сами, не даем творчеству, чудесам, возможность случаться самим по себе. И если у вас была такая история, тоже подумайте, вспомните, напишите, когда было такое, что вот вы пытались все контролировать, вы вообще не доверяли ситуации, а потом выходило так, что ну надо было просто довериться, надо было просто расслабиться и все, позволить этому быть. У меня было такое очень, причем длительное время было связано с нашей компанией, что я пыталась всех все везде контролировать, вот, и пыталась, ну, то есть вот я выбрала путь, я решила, что все, этот путь, вот он обязательно, мы идем и делаем там курсы по такому направлению, но они вообще не шли никаким образом. Когда я расслабилась, я уже такая думаю, слушайте, давайте подписчики, сами решите, что вам надо, вот, и они сами написали, что им надо в окошечке, мы сделали такой курс, и он зашел очень супер, то есть то, что я могла сделать годы до этого, а я не делала, и мне говорили, сделай это, сделай это, сделай это, да, ну, какие-то знакомые, наставники и так далее, когда я все-таки это сделала, все пришло в горло, и поэтому в сейчас настрой, да, что вот я делаю дело, да, какое-то, но при этом я расслаблена, ну, дорогая вселенная, ты знаешь лучше, чем я, веди меня туда, вот, куда ты хочешь, чтобы ты меня вела, но она же логична, она видит всю ситуацию, время и так далее, это вселенная, и поэтому в таком доверии намного проще жить, потому что ты, ну, я делаю, но так же я доверяю и знаю, что вот случится все в таком формате, как только может быть лучше, я вижу ваши ошибки, вы большие молодцы, столько человек написало про свои ошибки, все вижу, сейчас отчитывать не буду, потому что, возможно, кому-то будет неприятно, чтобы я это зачитала, но вы большие молодцы, это правда непросто, я это понимаю, вы уже поделились этим, но если еще хотите дальше продолжить делиться, вы можете это сделать, и из ошибок у нас следует один принцип, этот принцип я назвала принцип шести проектов, и он случился случайно, на самом деле, вспоминая о том, что у нас линейность, реальность, она не линейна, очень глупо пытаться выстроить свою жизнь линейна, да, наверное, мне кажется, то есть если я в это верю, вот все здесь логично, если я во что-то верю, то это для меня работает таким образом, если вы во что-то другое верите, для вас это работает в другом формате, и тогда ваша реальность как-то подстроится под вашу веру, и если я верю, что моя вселенная, она не линейна, мое время, то время, в котором я живу, если я посмотрю интернет, он разве линейный, нет, мы все время, нас все время что-то отвлекает, но столько всего в жизни происходит, даже если вы посмотрите, что сейчас происходит в тех же самых новостях и так далее, это все настолько нелинейно, каждый раз происходит очень много всего, мир стал настолько более интенсивным, реальность стала настолько более интенсивной, что либо я подстраиваюсь, да, очень многие миллионеры, миллиардеры, те, кто там в Forbes списках и так далее, мне говорят, если ты не подстраиваешься под свою реальность, так на данный момент, то ты умираешь, не значит, что ты умираешь физически, значит, что ты умираешь внутри, внутри ты умираешь от того, что я не понимаю, как мне жить в этой реальности, слишком много новостей, слишком много негатива, слишком много всего, да, то есть, либо вы подстраиваетесь под это и учитесь работать в новых правилах, либо вас это все гнетет, вы чувствуете себя недочеловеком, вы чувствуете себя разбитым, уставшим, вы просыпаетесь, уже устали, не понимаете, как соединить спорт, семью, дом, заботу о теле, заботу о ментальном здоровье, о ментальном здоровье. Не все знают, наверное, чтобы вы чувствовали себя спокойно, это ваше состояние, состояние расслабленности, состояние доверия, а не стресс и депрессия. И если вот так посмотреть, очень много всего происходит. Все говорят сейчас, что мир стал более интенсивным, мир стал, ну, непонятно, как в нем жить, потому что скорость набирается колоссально. И то же самое, если мы говорим про работу, да, я сейчас так немножко сделаю такое нагнетение, но хочу, чтобы вы тоже поняли, что если у вас что-то не получается, то принцип шести проектов, он очень сильно подойдет. Рассказываю, в чем суть. Принцип шести проектов мы применили, ну, какое-то время назад в нашей школе, и я в бизнесе, ну, короче, я стала делать принцип шести проектов во всем, не только в работе. Он заключается в том, что я делаю шесть проектов, пять проектов. Это может быть даже в жизни, да. У меня есть список вещей, которые изменят, возможно, изменят мою жизнь, да. В этом списке было попасть на Венский бал в Москве, да, то есть это там специально идет интервью, отбор, что, да, там, на данных балах встречаются очень интересные люди, приезжают политики из разных стран, президенты из разных стран и так далее, и также есть там молодые дебютанты и дебютантки, и они танцуют, там, венский вальс, ну, в общем, весь вечер они танцуют. Вот у меня почему-то очень откликнулось это в душе, я думаю, запишу туда. И много разных было моментов, да, то есть там связаться, сконнектиться с разными людьми, пойти на определенное обучение. И этот список, он есть. И когда я делаю, вот раньше я все время на что-то наделась, я делаю вот этот проект, и я надеюсь, что финансовые результаты будут по данному проекту такие. Я иду, там, не знаю, к остеопату, и я надеюсь, что мои результаты по здоровью будут такие-то. Я все время что-то от кого-то ждала. И потом сколько было расстройств и переживаний, да, что, возможно, не к тому, к результату пришла я. Я могла потом разочароваться и больше куда-то не идти, не ходить, не делать это. Я могла месяцами не выходить из какого-то такого, ну, вот, состояния, да, в состояние творчества. А принцип шести проектов очень прост. Вы просто делаете эти проекты, ни на что не надеетесь, и один из этих шести проектов или пяти проектов точно выстрелит. Это то же самое касается вашей жизни, вашей. Это то же самое касается соцсетей. Выкладывая те же самые там посты в там, те же самые, ну, и видео в YouTube, TikTok, Instagram. Я стараюсь и вкладываю душу в каждый пост. Но залетает там иногда вообще странное видео, которое, ну, как-то я записала за секунду, да, залетает на миллион просмотров. Ну, интересно. И это то же самое принцип шести проектов действий. То есть мы делаем, но при этом мы не даем слишком большую важность тому, что мы делаем. Конечно же, мы вкладываем душу, но опять же, вот эту сверхважность нужно убрать. Вот. Вы большие молодцы, что я прям очень вами горжусь, потому что вижу, что каждый из вас вкладывает душу в то, чтобы написать о своих ошибках. Это правда. Не просто я это понимаю, особенно себе признаться в этом. Не просто, особенно если другие люди это прочитают. Я знаю, что это сложно. Вы большие молодцы. И из всего этого у нас исходит результат, да, что нужно радоваться успехам и также сильно радоваться неудачам. И почему нам важно радоваться неудачам? Мы не радуемся в таком ключе, что бау, да, там, ну, то есть мы не радуемся этому в таком формате. Мы радуемся в таком формате. Боже, как я счастлив, что я еще лодка, а не корабль, да, что еще вот это ошибка. У меня было такое, что я делала один проект, и, ну, человек, да, которого я наняла на то, чтобы сделать этот проект, то есть на тот момент мы еще были прям совсем нестабильными, и все там, каждые там 20-30 тысяч были настолько на счету, что прям за них переживали. И в итоге то, что получилось, получилось, ну, неплохо, но вообще не то, что я хотела. В моей голове это было все по-другому, потому что потом оказалось, то есть мы хотели сделать там определенные ежедневники. Я не рассчитала, я не знала, что печать ежедневников, что вся эта верстка, она настолько сложная. В общем, это было колоссально непросто для меня принять эту ошибку, что мы сделали так. И, ну, это не только в финансовом плане, меня задело, окей, ладно, в финансовом, спасибо, что взяли деньгами. Меня хуже задело это в состоянии в моем, то есть сколько я потом это мусолила в своей голове, сейчас я смеюсь над этим, да, но спасибо, что это случилось тогда, да, когда мы еще были небольшими. Если бы это случилось, когда мы уже были больше, то тогда я, ну, я знаю, что в других компаниях по той же самой причине, по тем же самым ежедневникам, они несли большие потери финансовые. Поэтому я понимаю, что не всегда просто радоваться успехам, да, и радоваться неудачам, но когда мы радуемся и успехам, и неудачам, во-первых, у нас вот этот баланс, сверхважность, она исчезает. И намного проще просто становится жить, окей, случилась неприятная ситуация, ну, у всех случается, хорошо. И в мире вот в этом вот инстаграмном, когда все миллионеры, миллиардеры, всех там, не знаю, пятеро детей, и они без дня, они их воспитывают, и вообще просто супер, пушка, бомба-бау, ты на все это смотришь и уже не воспринимаешь, ну, то есть замыливает согласие, и кажется, что у тебя у одного неудача, на самом деле это не так, они есть у всех. И поэтому, радуясь неудачам, мы убираем сверхважность с того, чтобы вот обязательно, чтобы был успех. А когда мы убираем сверхважность, он сам приходит, вообще из самых разных мест. И следующая вещь, которую прям вот, знаете, я написала себе на сердце, и хочу передать вам, да, это из книги Конкорде Антаровой «Две жизни». Ну, в принципе, на протяжении всех четырех томов повторяется эта фраза, никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек учитель. И как это важно, вот этот принцип, да, когда мы воспринимаем, да, ну, не просто неудачи, а люди, да, то есть все равно в вашей жизни есть люди, которые кто-то подставил, кто-то не так себе повел, кто-то что-то не то про вас сказал, вот, то мы это воспринимаем слишком близко к сердцу. Концепция «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек учитель» она идет из того, что каждый человек, который к вам пришел в жизнь, он к вам пришел в жизнь для того, чтобы вы, ну, чему-то научились. Вот, то есть вы можете его поблагодарить, сказать, дорогой мой, Петя, Вася, Коля, Женя, Таня и так далее. Спасибо, что потратил время, я тебя благодарю, что ты потратил свое время, свою силу, свою энергию для того, чтобы меня научить. Это так ценно для того, чтобы я чему-то в будущем научился. И это очень сильно помогает. Хорошо, мы придем с вами, возвращаемся к нашей теме. Я хотела поговорить про ошибки, мы с вами говорили про ошибки, как много всего и как быстро летит время. Супер пушка, бомба, бау. Окей, мы сегодня поговорим с вами про предназначение, мечты и зов. Это как-то выглядит вот так. И эти все три концепции. Вообще, идея предназначения, слово предназначение стало слишком таким словом, которое даже произносить нельзя. Все ищут это предназначение, бегают за этим предназначением. И хочу сказать одно, да, что три вещи, это предназначение, мечты и зов, это связано. Мы поговорим с вами потом про вот эту вот идею того, что сейчас происходит в мире, и как это воспринимается, не воспринимается, и про то, какие ошибки в этом допускаются. Но очень важно, что ваши мечты, неважно, детские, взрослые и так далее, это не просто мечты, это ваше предназначение. То есть зачем-то вы пришли, предназначение. Вы слышите, да, в слове? Зачем-то вы пришли в эту, вы предназначены для чего-то, вы пришли в эту жизнь для чего-то, и ваши мечты – это просто вот мысленный, вот через мысленный формат, да, к вам приходит то, что вам надо сделать. И зов, да, зов сердца, тела, жизни, обстоятельств, что случается в вашей жизни, какие у вас люди встречаются, в какие вы ситуации попадаете, что у вас тело чувствует, да, ну и так далее. И это все очень связано. И поэтому, если вам кто-то говорит, дорогие мои, что ваши мечты там слишком, я не знаю, нереальные, то мы все это убираем из нашей головушки, потому что это вы для чего-то предназначены, ваши задачи на этой земле, вы сюда пришли для того, чтобы выполнить какую-то свою задачу. И у человека не одна задача, у него несколько задач. И как круто будет, да, выполнить эти задачи, и на потом не откладывать, потому что, ну, тут уже опять же верим, не верим, но я верю, и мне бы не хотелось, да, откладывать потом на какие-то задачи, но потом лучше уж их выполнить в этой жизни, чтобы жизнь следующая была еще более яркая, насыщенная и интересная. И поэтому эти три, все моменты, они очень важны. Из наших мечт на желаний и так далее, и зова сердца, тела, жизни, обстоятельств, мы сможем прийти к предназначению. Но есть такая же игра в загонялке за предназначением. Эта игра, я думаю, многим вам известна, если она вам известна, напишите, пожалуйста, эта игра мне известна. И в каком формате она вам известна. Игра в загонялке за предназначением. Очень популярная игра в нашем мире. Все услышали слово предназначение и стали медитировать на предназначение, проходить 150 марафонов на предназначение. Годами пробовать, 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 пробовать. начнут петь тортики, попекли две недели, нет, не мое предназначение. Начали, не знаю, делать из эпоксидной смолы ну такая в общем, ну картины из эпоксидной смолы. Тоже поняли, нет, не мое. Решили маслом буду рисовать, нет, не мое. Буду мастером маникюра, тоже не мое. И мы начали с вами гоняться в догонялки за предназначением. Я тоже за этим гонялась. Ну, прошло это время, слава богу. И одна важнейшая мысль это понять, что просто так пробуя что-то как хобби и так далее, мы с вами занимаемся хобби. Но ваша задача и моя задача, и задача каждого человека это нести какую-то ценность. Не бывает такого, что когда мы не несем когда мы несем ценность, у нас обязательно будет состояние изобилия, процветания, и будут дальше открываться новые двери. Когда мы только берем, 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 то в какой-то момент а, пропадет вот этот запал на то, чтобы брать что-то еще, б, пропадет вообще страсть к жизни, потому что все время будет казаться, что-то я так много всего беру, но вообще ничего не отдаю. Это нормально. Это, в принципе, так все функционирует и работает, понимаете? И поэтому игра в догонялки за предназначением это такой круговорот, что мы с вами все время куда-то бежим, но никуда не приходим. И вот то, что нет финальной точки, оно начинает очень сильно напрягать. И есть один шикарнейший. Сейчас скажу. Одно шикарнейшее упражнение, что не является упражнением, что является тем, что то, что вы сейчас можете дать миру, ну вот представим. Ну вы переводчик, скажем, или преподаватель неостранных языков. Вы можете попробовать, вот вы чувствуете, что перевод – это не мое. Окей, хорошо, перевод – это не мое, но у меня есть шикарная ценность, у меня есть шикарные знания в языках. И это настолько эгоистично с моей точки зрения не делиться этими знаниями. Они у меня есть, мне их мир дал, я их сама выучила. То есть у меня появилась возможность выучить языки, я выучила, и у меня сейчас, я не знаю, чем мне заниматься, но у меня есть эти знания. И мы можем эти знания с вами использовать в таком формате, что окей, я сделаю какой-то небольшой, допустим, курс по языкам, или, я не знаю, по переводу, если вы переводчики. То же самое, если вы, ну, вы знаете, у вас уже есть эти знания, попробуйте сделать что-то. Во-первых, это шикарнейший формат для того, чтобы научиться. На всех бизнес-образованиях и так далее говорят, что первый проект, скорее всего, который вы делаете, вы дальше его не будете делать. Вы на нем просто научитесь допускать ошибки. Затем у вас будут другие проекты. Это если мы говорим про бизнес, но, в принципе, это работает так же в формате предназначения. Если вы не знаете, чем вам заняться, займитесь тем, чем вы уже знаете заниматься. Но при этом делайте это не в таком формате, что вот, меня это раздражает, меня это бесит и так далее. Сделайте что-то в таком формате, чтобы это было продуктивно для мира. Если вы супер-бухгалтер, ну, сделайте какой-то курс для бухгалтеров, да, или, не знаю, напишите полезных 5 постов для бухгалтеров. Объясните вот всю вашу сложную науку простыми словами, чтобы даже понял 14-летний ребенок. Вы отдали это миру, и теперь вы опустошились. Мы помним с вами, что сначала мы опустошаемся, потом мы наполняемся, и потом у нас идет создание. И если вы не опустошитесь, да, если вы не отдадите вот это знание в мир, то как мы можем с вами наполниться? Это же то же самое, это вот, ну, прям, все настолько логично, мне кажется. И, да, знакомы, не завершаем дела до конца, бросаем, отговариваясь, не мое, жизнь дает нам какой-то урок, а мы от него бегаем. Да, 100%. И поэтому, если вы не знаете, чем вам заняться, ну, я бы прям искренне посоветовала не бегать за этим предназначением в таком формате, потому что в этой ловушке находятся все, ну, многие, вот, до тех пор, пока не поймете, что для того, чтобы нам наполниться, нам надо опустошиться и сделать что-то, даже если это не какой-то курс, даже если вам 15 лет, я не знаю, написать какие-то посты, ну, я опять же, вот смотрите, я вам говорю со своей точки зрения, перспективы, я вижу мир в таком формате, да, я научилась так, что я работаю в онлайн-бизнесе, я обучаю, вот, у меня такое видение, у вас могут быть совершенно разные сферы у каждого из вас, но как-то нужно отдать, чтобы что-то потом взять, чтобы даже что-то взять, куда-то могло деться, понимаете? и у нас существуют такие понятия, как hard skill и soft skill, напишите, пожалуйста, известны вам эти понятия или нет, чтобы я уходила вглубь или нет, это очень важно для меня, hard skill это наша экспертность, да, в какой-то сфере, вы бухгалтер, вы понимаете, как считать, вы переводчик, вы понимаете, как переводить, это ваша hard skill, да, и soft skill это то, как вы решаете проблемы, то, как вы умеете рассказывать себя, продавать, как вы умеете устраивать коллаборации, да, с людьми, ну, коннектиться с людьми, ваше любопытство, ваш навык коммуникации, ваше творчество, то есть, у нас есть два вот этих вот, это также наше правое полушарие, левое полушарие, да, и так далее, то есть, концепция, понятно, да, что для того, чтобы нам быть успешными в чем-то, необходимы два вот этих скилла, то есть, ваше знание в какой-то сфере, и ваше умение продавать, ваше умение рассказывать, презентовать, ваше умение коннектиться с людьми, ваше любопытство и так далее, и это важно понимать, что у нас есть такие скиллы, вы можете сейчас выписать свои hard skills и soft skills, это очень полезно, и это очень полезно делать более того каждый месяца три, потому что вы растете, и у вас появляются новые скиллы, возможно, вы где-то что-то услышали, прочитали книжку, сходили на какой-то курс, что-то еще новое узнали, и ваши скиллы могут становиться, и они будут становиться шире, то есть, это очень важно, еще раз, soft skills, это у нас наша креативность, это у нас умение с людьми коннектиться, это у нас умение рассказывать о себе, рассказывать о своем продукте, быть открытым к этому миру, и впитывать в себя все новое, 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 hard skills, это то, вот в чем вы работаете, в чем вы учитесь и так далее, в чем вы эксперт, не эксперт, ну, в общем, вот в таком формате. Вы пока пишите этот момент, это очень важно для того, чтобы в дальнейшем понимать, как двигаться, что двигаться, куда двигаться, это очень полезно для вас, а я хочу поговорить про такую важнейшую тему, как трудиться или упахиваться. И для меня вообще этот вебинар очень особенный, потому что я сама всю жизнь привыкла упахиваться. Я уже сказала, что я занималась спортом, и в принципе всех спортсменов воспитывают по формату, что надо пахать, пахать больше, чем другие, днями, ночами, по 8 часов, ну, я сноубортом занималась, утром час пробежка, 2-3 часа, потом дневная тренировка, 2-3 часа вечерняя тренировка, и если ты что-то плохо делал, то ты можешь еще бегать кросс, или там отжиматься, приседать вечером. И вот такой формат, 4 дня работаем в таком формате, 1 день отдыхаем, 4 дня работаем, 1 день отдыхаем, и вот в таком формате живешь. И, ну, у тебя есть определенная цель, у спортсменов это Олимпиада, Олимпийские игры, и ты упахиваешься всю жизнь ради этих Олимпийских игр. И я привыкла к этой концепции, и всю жизнь потом ушла от спорта, и всю жизнь начала, ну, жила по принципу упахиваться. И это ужасно. Ну, то есть, когда тебе 12-13 лет, ты спокойно это воспринимаешь, потому что, ну, это смешно, наверное, так весело, я не знаю, ну, все же упахиваются, я упахиваюсь, но это да. То есть, ты работаешь, ты вопросов не задаешь. 12-13 лет, у меня, по крайней мере, такое было, естественно, все разные, ты вопросов не задаешь. Ну, делаешь и делаешь. Тебе нравится то, что ты делаешь, все. Но потом начинают возникать вопросы, да, то есть, когда я начала уже, пошла там и в бизнес, и в учебу, ну, в разные сферы, я поняла, что я себя довожу до выгорания тотальнейшего, это просто происходило, ну, какая-то катастрофа. Более того, все эти Инстаграмы, Ютубы и так далее, то есть, я очень хорошо, близко связана с соцсетями, и поэтому я еще это глубже вижу, да, то есть, вот, постоянно видишь успех, успешный всех успехов, да, и тоже думаешь, что надо больше пыхать. Более того, это транслируется нам от всех коучей и так далее, что спать надо, значит, три часа, четыре часа, и итог, ну, я, конечно, поздравляю людей, которых так получилось, но, если честно, для девушки, для женщины, это, я верю, что это не то, что, сделает нас наполненными. Напишите, пожалуйста, было у вас такое, что вы полностью выгорели и не хотелось ничего делать, сколько это длилось, почему это было, и вышли ли вы из этого состояния, как вы ходили, и до сих пор случается ли у вас такое, что вы выгорели. Это очень важно сейчас понять для вас, ну, у вас такой круг тоже есть или нет. Круг этот выглядит где-то вот в таком формате умри, но сделай на выгорание отдых несколько месяцев и снова умри, но сделай на выгорание отдых несколько месяцев, ну, или там у кого-то лет, у кого-то недель, неважно, но вот этот круг есть, он вам знаком или нет. И я искренне верю, да, что, ну, сейчас есть, опять же, очень сильно разные, как это по-русски, экстремус, когда вы уходите вот либо слишком туда, либо слишком в крайности, крайности, и кто-то, ну, прям вообще уходит в то, чтобы там, нет, не нужно там девушке трудиться, я рождена для того, чтобы только получать, и я делать ничего не хочу. Такое тоже есть. Ну, ну, опять же, у каждого своя реальность, каждый верит в то, что верит, и я искренне верю, что труд помогает нам прийти к нашему, ну, то есть, исполнить наше предназначение. Неважно, где это труд в семье, труд в бизнесе, труд в найме, труд хоть где, труд помогает нам исполнить то, зачем мы сюда пришли. И есть разница между трудиться и упахиваться. И когда мы с вами это искренне внутри поймем, мы поймем, ну, то есть, для меня очень важна вот эта грань, да, держать эту грань и ни в коем случае не уходить в упахиваться. Если я чувствую, что даже мысленно пытаюсь уйти в сферу того, чтобы прям, ну, не знаю, упахиваться, да, слишком много делать, я просто даже не знаю, синонима, слишком много работать, не знаю, вот, то я, ну, себя останавливаю и даже могу сделать паузу только, потому что я уже проходила это. Это настолько затягивает, это настолько привычный круг, что я просто, ну, сразу же говорю нет и все, ну, делаю какие-то другие действия, да, то есть беру выходной, два выходных, неделю выходных, сколько надо выходных для того, чтобы восстановиться и, опять же, делать все в балансе. И тогда у нас опять идет не вот этот круговорот, не круговорот, Марина сделает выгорание, отдых несколько месяцев, вы видите, это я на сноуборде, когда каталась, по моему лицу видно, как я устала упахиваться, вот, а мы идем в другом формате совершенно, что мы наполнены, мы счастливые и мы создаем больше. Я вам сейчас расскажу тоже, вот я вижу, один год так было с играми, один год, представляете, один год, как это много, у меня тоже был год, вот, ну, почти год, восемь месяцев, это были самые ужасные восемь месяцев в моей жизни, и, ну, это было настолько, что я не понимала, зачем есть, не понимала, зачем, зачем, не знаю, куда-то идти, учиться, завалила один предмет в университете, очень сильно по финансовым моментам, то есть мы ушли в банкуродство, потом приходилось заново, все выстраивать, и команду, и так далее, ну, настолько, ты не понимаешь, зачем даже идти в магазин, даже, ну, ты думаешь, я хочу больше есть, или хочу ничего не делать, ты понимаешь, я хочу больше ничего не делать, у меня такое тоже было, и поэтому это, ну, это самое ужасное состояние, и идея того, что транслируется, почему сегодня этот вебинар я провожу, и почему я вижу, что, ну, практически никто не ушел с вебинара, или никто не ушел, не знаю, ну, то есть, по вашим именам, и по тому, кто здесь сейчас находится, я вижу, что вы остаетесь здесь, потому что концепция, да, и, ну, мы сейчас и про бизнес потихоньку говорим, и про состояние, и про все вот эти моменты, очень-очень-очень мало людей говорит, что нужно женщинам, потому что все бизнес-образования, образования, там, я не знаю, успешного успеха, не знаю, как прийти к успешному успеху, найти свое предназначение, и так далее, но все преподносится с концепции, работай много, спи мало, ешь только, не знаю, сыроедческую пищу, несмотря на то, что там по твоей доши, не знаю, ну, по твоему телу, вообще тебе надо есть горячую еду, и вот оно все какое-то такое супер-мега-аскетично, будь аскетична, вставай в 4 утра, и все, будешь счастливая, здоровая, и богатая миллиардерша, и в итоге все вот это превращается в дикую гонку, которая очень-очень сильно нас с вами выводит из себя, мы перестаем себя чувствовать, потому что мы гонимся за кем-то или за чем-то, а как можно себя почувствовать, когда ты, вот представьте, да, вы бежите, бежите за мной, а у меня моя цель, у меня моя цель в жизни, у меня мое предназначение, а вы бежите за мной, да, и, а у вас вообще другая, у вас, вот мне на север, вам на юг, а вы бежите за мной на север, и придете ли вы на юг, ну, дорогой мой друг, как бы, так не работает, да, вам надо туда, либо вы просто собьетесь в пути, в какое-то время поймете, что вам очень холодно, вам надо на юг, как бы вы одеты-то для юга, и поэтому для того, чтобы себя услышать и прислушаться, вот безумно важно, чтобы, ну, и это и в любой здоровой иерархии общества, да, что мужчина учит мужчину, женщина учит женщину, никак не мужчина учит женщину, есть прекраснейшие обучения, которые я тоже проходила, по бизнес-формату, это очень здорово, но я очень сильно выгорела, это, ну, более того, у меня было много возмущения внутри, потому что ты приходишь, да, на тех же самых бизнес-обучениях, на тебя орут, что ты не зарабатываешь, и говорят, там, ты там, там, что-то еще, ты думаешь, господи, ну, то есть, я же делаю то, что мне нравится, сколько вы пришли, тут у меня оруете вообще, что-то, что происходит, но мужчины это работает в таком формате, у них это работает через злость, через агрессию, есть девушки, у которых работает на, ну, идея, формат, да, через злость, через агрессию, напишите, пожалуйста, работает это с вами или нет, то есть, вас мотивирует, когда на вас кричат и говорят, что вы мокрая курица, я не знаю, там, или что-нибудь еще, или вас это демотивирует, это очень важно, да, понимать, что, какой формат вообще жизни вам подходит, и, ну, я искренне пришла к тому, что для меня не подходит, чтобы на меня кричали, для меня не подходит давление, я настолько счастлива и в счастливом, прекраснейшем состоянии делюсь с миром, всем, что во мне есть, когда на меня не давят, вот даже, ну, у меня просто свое дело, и на меня, ну, я опоздаю куда-то на пять минут, но никто на меня не будет кричать, так вышло, так ситуация вышла, да, хорошо, в следующий раз постараюсь, уже перед собой я ответственна, а в следующий раз постараюсь быть более пунктуальна, но, ну, так вышло, я принимаю, это моя ошибка, благодарю, что я еще не корабль, да, а еще лодка, и вы видите, да, что все это очень так сильно связано, поэтому очень важно, нет, кстати, вот, я думаю, что никакого нормального человека не мотивирует к реке, это, я тоже так думала, я вчера разговаривала, у меня один знакомый работает, ну, работал долгое время переводчиком в ООН, ну, там, на руководительских позициях, я ему уже сказала, да, про вот эту ситуацию, мы просто обсуждали сегодняшний вебинар, я рассказала про то, что, ну, женщинам это не подходит, он говорит, а ты не представляешь, как сильно меня вдохновляет, когда на меня кричат, когда мне говорят, ты там, ну, в общем, мужчин это очень сильно вдохновляет, они хотят доказать, что нет, это, это не так, я не слабак, я герой, и на них это работает, но на меня я могу искренне расплакаться, если, ну, прям вот, без разницы, где, такое было много раз, на меня накричал инструктор по вождению, да, сильно я просто вместо того, чтобы что-то сделать, я просто остановила машину и расплакалась, и, ну, это есть разные типы людей, и опять же, я тоже, когда в спорте была, на нас все время давили криком, у нас был стат, ну, то есть это, сноуборд это все-таки еще мужской достаточно спорт, больше там мужчин, чем женщин, и очень сильно, ну, то есть тренер в основном мужчина, и они работают только криком, потому что они знают, что на мужчина это работает, но на девушек это не работает, ну, на многих девушках это не работает, но есть девушки, которые, вот, я тоже терпеть не могу, крики, они меня полностью демотивируют, да, меня тоже, то есть я дальше, я, ну, я ничего не хочу делать, и более того, у меня как будто вот ставится какая-то стена, и все, дальше я даже думать в ту сторону не хочу, с этим человеком, реально, допустим, и я верю, что искренне можно по-другому, то есть наша с вами задача, да, это не, ну, вообще, то есть у меня много знакомых предпринимателей, они на меня смотрят, говорят, Ариш, для меня концепция, ну, мужчин-предприниматели, женщины тоже есть, но сейчас про мужчин расскажу, они говорят, Ариш, я не пойму, как это происходит, то есть ты, значит, там, уезжаешь на неделю в Сочи, постоянно куда-то путешествуешь, делаешь, запускаешь курсы пару раз за год, при этом ведешь команду, при этом очень часто, значит, ты пропадаешь из тех же самых соцсетей, да, то есть если вы за мной следите в том же самом ТикТоке, у меня концепция на два месяца тут я есть, потом у меня снова нет, потом у меня снова есть, потом у меня снова нет, постоянно что-то меняю, постоянно то я пишу на этом языке, это на другом, они говорят, как вообще никакой системности, никакой четкой, вот значит, что вот все, мы идем вот только по этой линеечке, да, и как у тебя получаются результаты лучше, чем у нас, допустим, они просто, ну, адекватно не понимают, как это происходит, и я пыталась быть как они, когда я ходила на всякие там обучения, да, супер-мега-пупер-вау, которые мы все, у нас у всех с вами на слуху, меня только демотивировалось, я приходила домой, у меня просто очень сильно реагирует организм на любые, ну, то есть вот на человека, который там пытается манипулировать или что-то еще, ну, я сразу это чувствую, это моментально, я приходила и заболевала, у меня было обучение по субботам, в воскресенье я каждый раз положилась температура 39-38-40, и вот так оно длилось на протяжении нескольких недель, пока я сказала, окей, все, вот не пойду я больше на это обучение в оффлайн формате, посмотрела один урок в онлайн формате, на три остальные забила, и, может быть, потом когда-то досмотрю, и к вопросу, нет, я не то чтобы обязана жить в соцсетях, но это часть моей работы, соцсети это часть моей работы, и поэтому для них, они тоже, допустим, ну, там, работают в онлайн сфере, для них это непонятно, как можно так пропасть из соцсетей, и при этом держать охваты, и при этом, чтобы до сих пор, ну, приходили люди, оставались на твоем вебинаре, приходили на разные обучения, разного формата, по разным финансовым, ну, то есть там и дешевое обучение, и за 100, 200, 300 тысяч обучения, и так далее, и при этом, то есть, когда ты о себе, ну, закон есть такой, да, в соцсетях, что ты должен постоянно о себе напоминать, то есть, либо ты постараешься в реальность, либо ты умираешь, да, но я искренне верю, что если вы с собой договоритесь, что, окей, ну, моя жизнь, мой формат, он такой, я максимально вдохновленная, когда я максимально вдохновленная, я делаю максимально яркие, классные цели, результаты, и когда мы с вами в таком формате с собой договоримся, тогда вся реальность под это подстраивается, и я искренне верю, что у женщин, у девушек, у нас абсолютно другой путь, и даже если вы посмотрите на животных, вы увидите, что, ну, мужчина – это добытик, и у него все идет через, там, труд, если мы с вами немножко веды почитаем, священные писания, любые священные писания, я просто, ну, про веды больше знаю, ну, если вы знаете, да, какие-то другие священные писания, возможно, вы тоже об этом слышали, что женщина, она рождается, сейчас, да, что, когда, прям, один момент, хорошо, и, когда женщина рождается, она рождается, ну, это вот в тех же самых ведах, да, сказано, что она рождается идеальной, когда мужчина рождается, он рождается к тому, что он должен прийти к своей цели, то есть его задача – это покорить, задача женщины – это в себе сохранить вот эту вот расслабленность, и вот в этом расслаблении получается максимальный-максимальный результат. Благодарю вас. Вот, и когда мы с вами, ну, то есть я в это поверила, это более того сказано, ну, то есть вот, если мы там веды читаем, разные интерпретации и так далее, там постоянно об этом говорится, что задача женщины – это не потерять себя, свою расслабленность, свой кайф, свое наслаждение. Задача мужчины – это не быть, ну, то есть он рождается нулем, опять же, да, как бы, я просто жила в стране, в Австрии, там очень сильно, феминистические, вот эти все, что мы все равны и так далее, и у меня до сих пор внутри барьер говорить о том, что, ну, это о некоторых моментах, потому что там, если бы это я в Аргентине сказала, или в США, или в Австрии, Германии, боже, они бы на меня посмотрели, сказали, в смысле он рождается нулем, мы все равны. Но, ну, я в это верю, и об этом много говорится, и, в принципе, если мы посмотрим, что его задача – это прийти, пройти путь, пройти путь через преодоление, стать героем, через то, что он себя снова и снова ломает, преодолевает, идет там и так далее. И задача женщины, вот у нас уже все есть для того, чтобы создавать все в максимальной легкости, но просто потому, что многие учителя, если вы ходите на разные обучения, образования и так далее, сам, ну, стань супер-мега-успешным, без разницы, что вставай рано, добивайся целей, мужчина преподает так, как он это чувствует, но мужчина чувствует по-другому. Когда, вот, мой знакомый, да, говорит мне о том, что ему нравится, когда на него орут, я думаю, господи, что происходит с тобой, да, но он говорит, да, все, у меня максимальные цели, максимальная энергия внутри возникает, я хочу тебе доказать, да, что я могу по-другому. У меня вообще этой энергии нет, то есть, для того, что, ну, когда после того, как на меня порут, я думаю, мне вообще-то не надо, до свидания, вот, и поэтому, наверное, ну, стоит подумать о том, что, возможно, есть другая реальность, потому что, если вы привыкли к той реальности, она для вас не работает, в 100% есть другая реальность, где легко. Всегда есть какой-то путь, который вам будет, ну, то есть, более простым, и если вы слышите концепцию, очень много об этом, кстати, есть и песен, и сейчас это, что грызи землю, все будет, да, и в итоге, что у нас получается? Одна треть земли по научным исследованиям у нас за прошлый год была в депрессивном состоянии. Одна треть земли. Ну, это катастрофа, мне кажется. Вам так не кажется? Хорошо. Как можно любить, когда тебя в грязь втаптывают? Ну, вот смотрите, чемпионы, да, олимпийские, они и так становятся чемпионами, есть же и девушки, женщины, есть реально тип людей, которые привыкли, что их, вы просто здесь сегодня у меня все собрались, я бы пообещала рассказать про легкость, да, радость, женственность, для того, как мы придем с вами к максимальным успехам, но как, и поэтому вы у меня все здесь на одной волне, но, ну, просто поверьте, да, либо посмотрите на, ну, если у вас есть знакомые спортсмены, если у вас есть знакомые с такой, ну, девушки даже, с очень такой мужественной энергетикой, у них, на них это работает, потому что, ну, я просто в спорте была, там почти на всех так работает, вот эта концепция, на меня не работала она, поэтому тренер, ну, все тренеры, которые у меня были, и по лыжам, и по сноуборду, они не понимали, как со мной работать, потому что я стою, улыбаюсь, если они мне начинают что-то орать, да, говорить, что я там, ну, тупая и что-нибудь еще, то есть это происходило, ну, часто, да, что тебе вот такое говорят, что ты ничего не понимаешь, что в голове воздух, пустота, ничего нет, конечно, как ты будешь воспринимать что-то адекватно, да, я начинала, ну, плакать, расстраиваться, уходить в себя, а они стоят и не понимают, что делать, но они мужчины, они привыкли всю жизнь с мужчинами работать, да, или там с девушками в таком формате, что вот они орут, а те понимают, они звонят моим родителям, говорят, я не понимаю, что с ней делать, она стоит, улыбается, как можно орать на улыбающегося человека, но я часто улыбаюсь, я думаю, вы заметили, вот, и потом, как бы, я начинаю на нее кричать, она может расстроиться, уйти в себя, заплакать, как сработать с этим ребенком, им было непонятно, и, ну, просто мы сейчас с вами здесь в одной сфере находимся, на одной волне, поэтому, можете проверить, можете посмотреть. Хорошо, и важнейший момент, это, который, да, хочется донести, это тоже, что деньги, это эквивалент жизненной энергии, которая, как воздух, всегда везде доступна мне в необходимых количествах, и еще один важный момент, это то, что вот у нас энергия, есть всего энергия, да, у нас есть энергия тепла, света, дружбы, любви, ну, разные есть энергии, в принципе, да, давно уже доказано, что все это есть энергия, вот мы смотрим, да, энергия света, энергия тепла, энергия любви, я боюсь, что, ну, когда вот день, что закончив сейчас день, начнется ночь, и вдруг потом день снова не настанет, я буду без света, как я буду без света, что вообще я умру, не знаю, боюсь ли я, конечно же, я не боюсь, да, я просто знаю, что, ну, он будет, свет будет, и когда мы с вами не боимся за, там, деньги, не трясемся за каждую копеечку, да, а просто позволяем, окей, они будут, я точно знаю, они будут, они из какой-то, из какого-то источника придут, обязательно придут, опять же, мы помним, что наша реальность, она нелинейна, да, если вы принимаете себе эту концепцию, и внутри вас она резонирует, если вы чувствуете, что это ваше, то, ну, раньше все было линейно, приходят деньги, откуда приходят, с работы, все, точка, если вы верите в то, что она нелинейна, то вам же может прийти с абсолютно разных источников все, что вы захотите, да, и также очень важно для девушки, для женщины, это понимать, что я цена сама по себе как божественное существо света, если вы не верите в что-то сверхъестественное, то можно говорить, что вы просто себе цены по праву рождения, что у вас есть ценность по праву рождения, что вы важны для этого мира, для общества, просто по праву рождения, вам уже не надо ничего доказывать, вам, ну, опять же, да, вот этот вот, что мужчина рождается в нулевом состоянии, женщина рождается в максимальном состоянии, в наполненном, и у нас разные пути женщине удержать в себе это состояние у мужчины, либо восстановить, если вы уже не, ну, то есть чувствуете, что вы ушли от этого, просто восстановить это состояние у мужчины, это достичь максимальных высот. Это два разных пути. Один наверху, второй... Ну, опять, я говорю, у меня страшно про такие моменты говорить, потому что за много лет за границей ты про такие вещи не говоришь, потому что это, ну, обществом очень сильно не воспринимается, ты про это думаешь, ты так живёшь, но... И ты это видишь и замечаешь в обществе, в здоровом обществе, но многие моменты не озвучиваешь, потому что просто... Ну, я пару раз что-то сказала, да, но это не нужно exaggerate, да, преувеличивать. Просто есть концепция, у мужчины путь в войну, у женщины путь наполненности, расслабленности и при этом ресурсного состояния созидания. Если это с вами откликается, пожалуйста, напишите этот момент. И поэтому концепция, которую я тоже хочу, чтобы каждый из вас написал себе на сердце, да, как первая концепция, это то, что благодарю за то, что я ещё лодка, а не корабль. Корабль развернуть сложнее. Вторая концепция, да, это никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек учитель. И третье, я уже цена сама по себе по праву рождения, как божественное существо цвета. Я уже достойна всего самого лучшего просто по праву рождения. Так вышло. Я пришла в этот мир, значит, у меня есть всё для того, чтобы быть счастливой. внутри меня. И важно тоже, да, это себе, ну, и тоже ещё один момент запомнить, что моё чувство собственного достоинства, оно безусловно, оно не зависит ни от каких условий. Я всегда себя чувствую достойной самого лучшего. И если это, опять же, не только, ну, про, там, одежду, не только... Это может быть про обучение. Мне очень много, или людей, если вы чувствуете, что вы хотите на какую-то работу, вы уже достойны этой работы. И если чувствуете, что вот постоянно возникают мысли, нет, не моё, и вот вообще, да, я там не такая, не сякая, я не знаю 150 тысяч языков, вы уже достойны всего самым лучшим. И это нужно в себе взращивать. Если у вас этого нет, это ваша ответственность. Я вот много говорю сегодня про ответственность, да. Аня, по-моему, написала сегодня, что ты сегодня более серьёзная, потому что сегодня очень ответственный вебинар для каждой девушки и женщины. Он и для меня очень ответственный. Это очень ответственно. Ну, то есть, я вам сказала, да, что я этот вебинар хотела провести, вот, наверное, пришло время для истории. Когда я ездила в 2018 году в Китай, я туда поехала работать официанткой на лето, что-то типа work and travel, но в Китай. И я туда приехала, и оказалось, что это не... Для тех, кто слышал историю, я быстро скажу, что это не та работа, просто заманивают русских девушек для того, чтобы они работали в специальных местах. Это, скажем так, ну, та же самая проституция. Там есть разные виды проституции, но как это происходит? То есть, первый же день ко мне, когда мы приехали, я не знала еще ничего. Я познакомилась с девушками уже там. То есть, ну, мне сколько-то 19 лет было, да, еще была зеленая. То есть, я знала, что какие-то вещи такие есть в мире, но ты не думаешь, что они с тобой произойдут. И ты приезжаешь, да, я приезжаю туда, и узнаю это все, и они ко мне подходят и говорят, ну, давай нам паспорт свой. То есть, как это работает? Они забирают у тебя паспорт, могут... Ну, в это же время происходило такое, что девушек русских, две девушки были, их закрыли вообще в квартире, они могли выходить только на работу, и получали еду за работу, у них задобрали телефоны, компьютеры, у них не было ни Wi-Fi, ни возможности ни с кем связаться. Это происходило в том же городе в то же время, что и когда я там оказалась. И когда я это все узнала, то есть, я не знаю, голова очень быстро сработала, я придумала отговорку, потому что часть этой работы заключалась в том, что надо было пить алкоголь, как это... Ну, не хочу в детали уходить, но, короче, надо было много алкоголя пить, за который платили клиенты. И я сказала, ну, что там... Ну, придумала какую-то болезнь смертельную, что даже капля алкоголя может убить. Они говорят, почему ты не сказала? Я говорю, я въехала работать официанткой. То есть, как бы... Ну, я же не думала, что официанты должны пить, да? Вот. И они сами от меня захотели избавиться, потому что это международный скандал, это мафия, это не разрешено ни на одном из... Ну, это был бы сразу международный конфликт, который случился с другими людьми. То есть, я позже приехала в это же время, вот это все случилось, читала это все в газете, да? Случился действительно международный скандал. И чтобы от меня избавиться, они мне просто сказали, уходи. Вот. И я ушла. И вот. И когда я ушла, я очень горько расплакалась и подумала, что нет, я обязательно проведу какой-то вебинар, да? Научусь, сама научусь и других научу, как бывает по-другому. Потому что с одной девушкой, которая была... Ну, работала там же, она русская из Ростова. Я посмотрела, говорю, зачем ты тут работаешь? Ну, ты же... Татьяне делает счастливое, и она очень плохо выглядела из-за того, что каждый день пили очень много алкоголя. Она говорит, таких денег не заработать. Ну, она работала переводчиком, она переводчик по профессии, а я сама учусь, училась на переводчика, и тоже связана с языками. И мне это еще больнее, удар ниже пояса, потому что ты тоже из этой сферы. И ты думаешь, нет, точно можно, точно можно. Я уверена, можно, я не знаю еще как, но это можно сделать. И сегодняшний вебинар, он для меня ответственный и особенный, потому что мне хочется передать вам это вот что. Ну, не нужно через себя перешагивать, через свое чувство собственного достоинства, через свои чувства, да. Еще раз, ваш зов, ваши мечты, они вас ведут к предназначению. Когда вы пьете, не знаю, там, ну, кучу обезболивающих, и при этом думаете, что ваши мечты – это ерунда, что происходит с вашим предназначением, как его найти – никак, да. То есть, ваше тело тоже вам подсказывает. Это важно понимать через не только жизненные ситуации, но также через ваше тело. Поэтому сегодня очень ответственный вебинар, как для вас, так и для меня, потому что ваша ответственность заключается в том, что то, что вы сейчас услышите, нужно это в свою жизнь внедрить. И если это не внедрять, то, ну, ваша, эта информация пришла к вам, да, если вы чувствуете, что вы выгораете, и это пропустите мимо себя, то, наверное, не просто так вот здесь оказались, да, и не стоит этого делать. Поэтому максимально то, что у вас сегодня есть возможность быть включенными в этот вебинар, используйте эту возможность. Да, сто процентов. Нам нужно себя беречь, и, как я уже сказала, из вот этого максимально ресурсного состояния. То есть, ну, мне, правда, очень сильно повезло, что эта мысль пришла в голову, что появились люди за секунду буквально, то есть, мне поделились со мной интернетом на две минуты, за эти две минуты я успела найти человека, там, да, который помог мне извыть из этой ситуации, я не говорю по-китайски, а китайцы в том городе не говорят по-английски, я разговаривала с маленькими детьми, а они переводили меня своим родителям, и мы вот в таком формате работали. Но в любом случае, да, что этот вебинар очень ответственный для меня, и я хочу спросить, что такое деньги для тебя, что такое успех для тебя, и это очень важно, пожалуйста, напишите каждый из вас. Очень важно, да, что не нужно делать за денег ценность, какой они не являются, потому что мы с вами, ну, очень много сейчас видим успеха успешного, всех все стали мега успешные, и очень много идет погони за деньгами, но деньги это просто энергия, которые, с помощью которой мы с вами можем прийти к целям, и где нужно побольше денег, накопить, является фатальной, потому что будет жесткое выгорание, или жизнь как-то так будет делать, что они не будут появляться, когда нам нужны они для какой-то конкретной цели, для того, чтобы создать команду, да, и, ну, с какими-то благими ценностями, да, дать работу людям, ну, это если мы говорим уже про что-то большое, да, либо то же самое, купить квартиру, чтобы жить там счастливо с семьей, это прекрасная ценность, и на такие вещи приходят деньги. И еще раз, да, чтобы прийти к изобильному отношению к деньгам, нужно избавиться от излишней ценности, скорее, от излишнего, от излишнего привязанности вот этой, да, то есть мы радуемся и успеху, и неудачам, и в таком формате, да, вот более, это не значит, что мы такие ходим нейтральные, стабильные, безусловно, бывают разочарования, не бывает, ну, то есть только святые, наверное, да, приходят к тому, что вот полный дзен, более того, девушки, женщины, мы с вами более, намного более эмоциональные, чем мужчины, но когда мы с вами убираем вот эту излишнюю привязанность, мы с вами еще в большем формате можем добиваться самых успешных успехов, сто процентов, это не ты должен деньгам, это, я, мне не нравится слово должен вообще ни в каких идеях, да, ты должен себе, ты должен себе прийти, ну, там, к своему предназначению, исполнять свое предназначение, ты же не просто так пришел на эту землю, да, а все остальное, я не люблю слово должен, оно очень негативное, мне кажется, несет подтекст, но вы как чувствуете, так это ваше, и очень важный момент, что для меня успешный успех, это не просто вот эти вот hard skills, да, soft skills, про которые мы с вами говорили, это также изобильное мышление, да, уверенность, что я успешный человек, что у меня все получится, это позитивное восприятие любого опыта, непривязанность, да, это дерзость, вот эта дерзость, я помню, какое-то время назад ходила делать свои собственные духи в академию одну, и когда мне спросили, что ты хочешь передать этими духами, я сказала, я хочу передать дерзость и проявление в этом мире, ну, девушка на меня посмеялась, она говорит, ну, я не боюсь допустить ошибки, я не боюсь, что во мне что-то кто-то подумает, я не боюсь проявиться в этом мире, вот эта дерзость, это просто абсолютное а доверие миру, да, что все будет хорошо, и даже если я где-то оступлюсь, благодарю тебя, что я еще не корабль, это проявление в этом мире, да, что мы максимально проявляемся, и знаете, еще раз, если мы с вами бухгалтера, мы чувствуем, вот я не могу быть бухгалтером, но, ну, не мое, но я знаю, елки-палки, так хорошо все это дело, вот, и вот, как это важно проявить это, отдать это, отдать это миру, и все, то есть, это абсолютно нормально, если вы что-то смените, свою сферу, но то, что у вас есть сейчас, отдайте это, отпустошите себя, и, и еще важен принцип ненасилия, и в таком формате равен успех. Принцип ненасилия, напишите, пожалуйста, известен ли вам, ну, понятие, что такое принцип ненасилия, и если да, напишите, что это. Мне важно понимать, известна вам это или нет. А я пока расскажу для тех, кому неизвестно. В йоге есть принцип ненасилия. Он есть не только в йоге, мы с вами помним, не убей, это тоже принцип ненасилия. Принцип ненасилия есть в любых священных писаниях, и кто-то это интерпретирует как в йоге «не ешьте мясо», кто-то это интерпретирует как «не навреди другому человеку, ближнему твоему» и так далее. У всех свои интерпретации всё прекрасно. Принцип ненасилия — это основной принцип любых священных писаний. Основной принцип любой религии заключается в том, что «не навреди другому». И мы настолько все привыкли, что «не носим мех, не еди мясо». По всем фронтам мы супердобрые и хорошие люди, но к себе мы не применяем этот принцип ненасилия. И это катастрофа, потому что возлюби ближнего своего, как ты себя любишь. Наденьте маску сначала на себя, потом на другого и так далее. Это из нового формата, что сначала вы заботитесь о себе, и затем о другом. И невозможно любить другого человека, пока вы не полюбите себя. Всё, что там будет, там будет выгода или тщеславие, или что-то ещё. Потому что когда мы о себе не позабыли... Если мы не умеем любить себя, самого близкого человека, который будет с нами всю жизнь, от начала и до конца, каждую секунду, каждую минуту этой жизни, проживать все эмоции, никто так больше не будет с вами близко. Пока мы сами не будем настолько к себе внимательны, мы не сможем возлюбить других. И это важно. Это не только касается своего ресурсного состояния, но ответственность каждой девушки, женщины и вообще, в принципе, каждого человека, это в первую очередь принцип ненасилия. Хотя бы начнём с самого себя. Хотя все привыкли к тому, что идут сначала от другого. Но это грустная идея. Хорошо. И также я хочу ещё важный момент сказать про бизнес, про дело. Вебинар называется «Космическая женщина в бизнесе», потому что я так чувствовала. Но, как вы увидели, про бизнес здесь было не так много, были какие-то моменты. Но хочу добавить, что бизнес — это то, с чем я связана очень сильно, и мне проще передать вам идею ответственности. Я искренне верю, что взрослый человек становится взрослым, когда он становится ответственным. И вообще, в принципе, для меня ценность самая большая в человеке, как говорят, какая самая сексуальная черта у мужчины. Для меня это ответственность. И вообще, в принципе, в любом человеке я очень сильно, прежде всего, ценю ответственность. Ответственность перед собой, ответственность перед другими людьми, ответственность перед тем, что ты пришел сюда, и то, что ты выполняешь что-то по совести, не по совести. Вот там девушка написала «Для меня важнее всего жить по совести». Ну, то есть ответственность во всех сферах. И в бизнесе это очень сильно видно. То есть невозможно вести успешный бизнес, если вы не ответственный человек. Потому что у меня есть, допустим, люди, которые на меня работают. Этим людям без разницы, была я в ресурсном состоянии или нет. Этим людям без разницы, я не знаю, ну, то есть по многим моментам упал интернет или нет. Им нужно также кушать завтра. У них есть семья, у них есть ответственность перед другими людьми. И моя ответственность заключается в том, чтобы у них была зарплата, как минимум. А. Зарплата. Б. Хорошая атмосфера в коллективе. В. Чтобы они не выгорали. И, ну, это такой процесс, в котором ты будешь расти и расти, расти всю жизнь. Но в бизнесе это сразу видно, потому что по-другому не работает. Либо вы, ну, ваш бизнес выгодит, либо с вами уже, ну, это не долгосрочная перспектива. И это видно сразу. Но бизнес подходит не всем женщинам и девушкам. И более того, многим он не подходит, потому что если у вас есть там дети, семья, много других ответственностей, то в это дело надо, ну, то есть надо действительно понять, ваше это или не ваше. Но всегда можно себя реализовывать и в других форматах. И в фрилансе, и в найме. Но очень важно, чтобы вы были в той атмосфере, где ну, над вами не стоят и не не ругаются на вас, да, что быстрее дело, быстрее дело, потому что в таком формате тело начинает заболевать, температура там, да, приходится пить какие-то таблетки обезболивающие, и ты со временем уже не чувствуешь свое тело, не чувствуешь свой зов, вообще становишься недочеловек такой, да. И поэтому очень важно здесь, да, что для женщины, которая в бизнесе, очень-очень-очень, прежде всего важно, это дать себе. Мы сейчас уже с вами потихоньку будем скоро заканчивать, так что кто устал, не переживайте, я уже подхожу к мысли своей такой основной. Если вы уже, у вас есть свое дело, бизнес, ваша задача в первую очередь это не выгореть, не перегореть. И все, что мы с вами проговорили, да, это принцип шести проектов, это отношение к ошибкам, отношение к людям, которые к вам, как-то не так, да, что-то не сделали не так, как вы ожидали. Это, в принципе, да, вот эта концепция того, что я уже достойна всего самого лучшего по праву рождения, оно, это нужно прямо на сердце себе записать, и вот много практик сделать, да. Я вам сегодня еще расскажу про наш курс, который мы подготовили, весенний курс, во следующем году он стартует для девушек и женщин в бизнесе. Вот мы очень много делаем, будем делать практик с вами для того, чтобы прийти в то состояние, что, ну, не возникает, не будет возникать никогда, вот, вообще даже мысли о том, что вы чего-то недостойны, и все, что вы будете делать, да, это может быть проявление в абсолютно разных сферах, онлайн, оффлайн, без разницы в таком формате, но делать это действительно из состояния легкости, расслабления, радости, доверия и при этом понимания, что я цена сама по себе. Но также, если вы чувствуете, что это не ваше, то вы можете проявляться в абсолютно другом формате. Слово бизнес многих пугает, ну, то есть вы можете работать просто сами на себя, кто-то работает как репетитор, кто-то работает как какой-то ментор, коуч и так далее. Это абсолютно, ну, и наш с вами бонус заключается в том, что женщина, в принципе, по природе, если посмотреть, дается все из совершенно разных ресурсов. То есть, если мужчине приходят деньги с работы его, да, как вот он ее реализует, то у женщины это может быть также и от мужчины, и в разных там, ну, у меня было много раз такое, что там где-то что-то выиграла, где-то что-то нашла, где-то, ну, как-то еще. То есть, у нас все говорят, как мне тоже многие мои предприниматели знакомые говорят, как-то у тебя все легко получается, да, потому что это, ну, заложено природой, это во мне есть, это не я придумала, это мне дали по праву рождения вместе с моим полом. Вот и все, вот и все. И если вы чувствуете, что вы хотите пока быть там с нами, вы просто можете начать проявляться, потому что я все-таки верю, что конечная точка – это того, ну, вот это вот взятие на себя ответственности, когда вы делаете то, что вы хотите, чтобы на вас никто там не клевал, не сидел там ваш мозг, да. То есть, это может быть даже не в бизнесе, но, по крайней мере, да, вы находитесь в таком партнерстве с кем-то, что вы делаете все из максимально ресурсного состояния, как женщина. И это ваша ответственность не только перед собой, но также перед вашей семьей, потому что ресурсность женщины – это ресурсность всей семьи. И я в это искренне верю, и про это говорят также все паучи и так далее. Я очень рада, что это вас вдохновляет, и некоторые моменты, которые еще хочу проявить, так, обособить, это то, что созидание, да, почему нельзя бояться, почему нельзя замыкаться в себе и бояться избегать проявления, да, неправильно все. И замыкаться в себе. Когда мы с вами замыкаемся, мы не идем в предназначение, да, и мы не делаем, не исполняемся в предназначение. Когда мы с вами не проявляемся в этом мире, но вы откладываете работу на потом. Это то же самое, как и каждый день пить обезболивающее, да, то есть у вас проблема не уйдет, она уйдет у вас, ну, может, в другое место, вы ее затупите, ну, боль затупится, то есть она, вы ее не чувствуете, окей. Ну, вы же понимаете, что она не ушла, ну, это же логично, да, мы все с вами, наверное, понимаем это, если вы понимаете, но для меня это логично, что, ну, просто у вас ткани, да, ваши, они не чувствуют той боли, которая есть, вот, и потом оно в формате в каком-то другом у вас раскроется. То же самое, избегая, мы с вами это все откладываем на потом. На когда на потом? В этой жизни на потом? Если уверить в следующей жизни, то в следующей жизни на потом. Вам когда-то надо будет это сделать? Это то, зачем мы, каждый с вами здесь есть. Понять себя и проявиться, и дать что-то этому миру, да, потому что, ну, брать чисто, просто брать, концепция в никуда. И поэтому, ну, это ваша ответственность. Про страхи мы с вами еще поговорим. У меня презентация сегодня большая, я думала, мы успеем побыстрее. В общем, страхи, да, я уже сказала, что деньги – это такая же энергия, как и другие энергии. Энергия тепла, уюта, любви, они бесконечны. И мы относимся также к деньгам, как к всему остальному. И когда мы становимся проводником денег, то есть легко с ними прощаемся или легко их приветствуем, без излишней жадности и так далее, становится, ну, оно все циркулирует намного проще. Окей, хорошо. Поговорим с вами про три этапа еще раз. Очищение, наполнение, созидание. Эти три этапа безумно важны. И без очищения не может быть наполнения, вам некуда будет наполняться. Без наполнения нового не может быть созидания нового. Логично. Наверное, всем логично. Это очень важно понимать для каждой девушки. Наши с вами состояние, оно решает все, оно решает успех наш, решает успех близких людей. То есть у нас очень сильная энергетика, и если мы с вами не наполнены прекрасным, добрым, светлым, хорошим, мы не можем создать прекрасное, доброе, светлое, хорошее. Это логично. И чтобы жить в изобилии, сначала нужно создать все условия, как минимум внутри себя, да, и затем все, что уже внутри, преобразуется в то, что снаружи, для того, чтобы изобилие могло прийти в нашу жизнь. И первое и самое основное, какая девушка счастливая, женщина счастливая, расслабленная и в ресурсе. Если мы с вами не расслаблены, и очень, да, просто сказать, Арина, вот там у меня 300 рублей на карточке, тебе легко говорить, когда, ну, легко говорить, когда там есть деньги. Начнем с того, что еще раз, моя компания обанкротилась два раза. Почему она обанкротилась два раза? Потому что я была в нересурсном состоянии и уходила то в один год, да, на один год, полная такая абстракция, что ты просто не понимаешь, что с собой происходит, зачем все это делать. Ну, и один раз то же самое случилось, просто на там 8 месяцев это случилось, меня сильно, ну, то есть я очень хорошо мы заработали, и затем 8 месяцев я отходила просто от того, что я пахала как конь и не могла позволить себе там что-то, да, ну, расслабиться, отдохнуть. Сейчас мы делаем в 7 раз намного больше работы, но при этом, как вы видите, то есть, ну, не бывает такого, что, ну, я не знаю, если вы следите за мной в соцсетях, то у нас постоянно проходит работа, постоянно очень много всяких разных мероприятий, каждые две недели разные мероприятия, при этом я путешествую, при этом учусь в одном из топовых университетах мира, и, ну, все работает в таком формате, что все в максимальном доверии, расслабленности, легкости, и это все максимальный кайф, и это моя ответственность брать ответственность за свое состояние и за результаты свои, также за результаты своей команды, и это ваша ответственность создать условия вас внутри и снаружи для того, чтобы все было, для того, чтобы изобилие пришло в вашу жизнь. Изобилие — это не только деньги, это также ваше состояние, это также все, что у вас есть в жизни, это также отношения хорошие и так далее, это все про ответственность. Обожаю слово «ответственность», я думаю, вы это поняли. И важный момент, почему созидание, а не получение, и почему созидание равно благосостояние, потому что это все очень логично подследоваться. Если у вас есть человек близкий, который очень много для вас делает, вы просто не можете негативно к нему относиться, вы будете любить, и вы будете ему тоже пытаться отдавать, так работает всегда. Если есть человек, который, вот если у вас есть такой человек, напишите, пожалуйста, который только берет, то вы какое-то время даете-даете, потому что вы добрые и любите людей, но потом вас начинает это напрягать, и вы пытаетесь либо отдалиться от этого человека, либо уже ничего не хотите ему давать. То же самое работает, это в таком маленьком масштабе, да, и если мы смотрим в большом масштабе, в крупном, это также работает со вселенной. Если вы отдаете, то, ну, именно поэтому, да, для вас тоже сегодня, я говорю, пишите в чат, потому что вы помогаете друг другу. Я там видела, что вы пишете, да, я согласна с той девушкой и так далее. Вы помогаете друг другу, и в таком формате создается эта атмосфера созидания. И почему созидание, а не получение, да? То есть многие сейчас, там, я иду работать, чтобы там, ну, я буду продюсером, чтобы зарабатывать миллионы. Идея идет через зарабатывать миллионы. Ну, не работает так. Либо если работает, то в очень, ну, в короткий промежуток времени. И есть даже тоже такая еще одна концепция, да, в йоге, что деньги, заработанные в благости, будут потрачены на благость, деньги, заработанные в страсти, будут потрачены на страсть. И чтобы у нас эти деньги работали в хорошем ключе, чтобы мы их с вами не потеряли, никто не украл, ни там, и так далее, нужно их зарабатывать через созидание. Это если мы говорим про деньги. Но вообще созидание, да, ну, то есть получение, оно приходит от созидания. Если чисто концентрироваться на получении, ну, не будет ни созидания, ни получения. Либо если будет получение, абсолютно негативное для ваших других сфер жизни. Окей, хорошо. И я сейчас хочу рассказать вам про нашу новую программу. Эта программа пройдет один раз в следующий год. У нас максимально мало мест есть. И это тоже, ну, то есть мы сейчас с вами говорили про проявление. Это мое проявление в этом мире. Помочь девушкам и женщинам прийти к своему максимально тому состоянию, в котором вы пришли в этот мир, да. В заверии, в любви, что у вас уже есть все. Для того, чтобы быть счастливой, для того, чтобы быть успешной, для того, чтобы жить в изобилии. И я расскажу вам немножко про свою программу, которую я составила для девушек. Мы проведем эту программу один раз в следующем году, потому что у нас уже почти на весь год распланировано все. И мы также выходим на международный рынок. И поэтому как в таком формате, потому что многие девушки мне писали, и мои подруги постоянно спрашивают о том, как же вот работать, ну, как вот создавать, да, быть проявленной, но при этом не, чтобы это все не заканчивалось тем, что ходишь к психологу от, ну, того же там депрессии какой-то своей и так далее. И также в конце я сейчас с радостью поотвечаю на ваши вопросы. Вы пока можете писать эти вопросы, и я пока продолжу. Вот. И наша первая ступень заключается в очищении. Это лишь несколько моментов, да, которые мы с вами будем делать через медитативное мышление космической женщины, да. То есть вы понимаете, что мы будем с вами работать в таком формате, что мы будем очень много делать упражнений. То есть вы знаете, если вы были на моих курсах, что у нас не бывает маленьких таких курсов, что просто сделаю одно упражнение, и придет волшебный таблеток. Это будет колоссально большая работа с вашим мышлением для того, чтобы вы вышли, и у вас, ну, то есть у меня первая мысль, которая возникает в себе, что я успешный человек. И я верю искренне, что в каждом человеке должна возникать вот эта мысль, что я успешный человек, что у меня все получится. И мы с вами будем идти к тому, чтобы каждая из вас нашла вот это состояние, очистилась от всех негативных опытов, от всех блоков. Мы с вами будем делать шикарнейшую медитацию огня, которая просто, ну, работает как ни что другое. Мы, ну, это будет идти все через, это, опять же, не религиозные никакие практики. Это работает чисто вот на том формате, что вы прорабатываете в себе все, что тянуло вас вниз, все, что не давало вам проявляться. Ну, задача вот этого курса через легкость к мечте – это чтобы вы максимально проявились. каждая, но для того, чтобы проявиться, очень важно восстановить себя после негативных опытов, дать себе время, дать себе возможность вернуться к себе и познакомиться снова с собой. Мы с вами будем работать со страхами и в таком формате, что у вас уже просто, ну, не будет возникать никаких больше переживаний, страхов, и вы будете также запускать там по 6-8 проектов, если вы захотите, либо реализовать свои мечты самые смелые. И больше никто и ничто и никогда в жизни вас не собьёт с пути, потому что вы уже будете уметь самостоятельно работать со своим состоянием. И вы уже будете самостоятельно уметь брать ответственность за себя, за свои мечты, уметь работать самостоятельно, точнее, отфильтровывать самостоятельно людей, которые вас тянут вниз и чувствовать, что идея «люди, которые меня тянут вниз» очень заезженная, ну, по сути, это Если люди какие-то говорят, что у тебя слишком много хотелок, ты слишком такая, не такая, у тебя фигура какая-то не такая. То есть у всех разные форматы. Мы с вами со всем этим очистимся. И более того, самое для меня ценное – это то, что это всё не работа в один раз. Затем вы на протяжении жизни. Ваш круг очищения, наполнения, созидания, он будет происходить постоянно. И более того, он будет происходить нелинейно. Потому что мы с вами, сегодня такие реалии, что мы с вами живём в нелинейном мире. То есть первый раз, когда вы делаете это, у вас будет сначала этап очищения, потом этап наполнения, потом этап созидания. И затем, когда мы с вами научимся работать в таком формате, это всё будет происходить нелинейно и одновременно. Хорошо. Также это наполнение, это наше проявление. У нас с вами будет, мы будем очень много учиться проявляться в этом мире. Самое ценное для меня – это то, что я знаю, что каждый из вас, как сегодня вы уже увидели, что очень важно проявляться. И даже если страшно говорить про свои ошибки, нужно это делать. Нужно проявляться, учиться проявляться в таком формате. Я подготовила специальное упражнение, где вы в кругу девушек и женщин, которые будут на курсе. То есть это специально такой камерный курс, такое минимальное количество мест будет. На нём будет всего 33 места. Потому что... И мы его делаем всего один раз за год, то есть за следующий. Потому что очень важно, чтобы не было слишком много людей. Очень важно для каждой из вас чувствовать вот это вот, что... Мы как в классе, да, помните, в школе было там 30 человек, 32 человека, вот то же самое. 33 человека для того, чтобы вы чувствовали, что это максимально такая вот тесная связь. И, ну, то есть посмотрим, наберётся ли 33 человека, да. Искренне верю, что да. Но в любом случае это такая будет сфера, где вы сможете проявиться. У вас будут специальные упражнения для того, чтобы учиться разговаривать уверенно, учиться доносить свою мысль уверенно, учиться говорить на аудиторию, да. Если вы чувствуете, что вы интроверт, это не значит, что мне нужно будет там вас переделать в экстраверта. Моя цель никогда не является вас сделать не вас. Моя цель является вернуть вас к себе для того, чтобы вы в максимально расслабленном, лёгком, счастливом, успешном состоянии, женственном состоянии приходили к самым максимальным своим целям. И у каждой из вас будет свой путь, потому что у каждой из вас вы будете работать со своими целями, со своим духом, со своими мечтами, со своими желаниями. И также я не могла оставить вас без дополнительного бонуса в этом модуле, да, наполнения. Это будут иностранные языки. И если вы знаете уже иностранные языки, то я поделюсь с вами о том, как проявляться на иностранных языках. Как вы знаете, я год преподавала йогу на испанском языке. В Австрии я очень много была связана с переводами и преподаванием на немецком языке. Работала с теми компаниями, которые вы все знаете, Mercedes, Audi и так далее. Тоже всё было связано с языками. И для тех, кто знает языки, у вас будет урок по тому, как проявлять себя через... Ну, то есть уже на международную аудиторию. И для тех, кто ещё не знает языки, для вас у меня будет бонус, как выучить иностранные языки максимально быстро, и чтобы сразу уже начать появляться через иностранные языки. Затем это контакт с телом, эмоциями и чувствами. Это возвращение себя себе. И это самое важное, потому что моя цель ещё раз не является вас переделать. Моя цель не является на вас давить или что-то ещё там. То есть моя основная и самая главная цель – это у вас уже всё есть. И мне, в принципе, для того, чтобы вы стали ещё более счастливыми, раскрытыми, успешными, просто мне нужно напомнить вам, помочь вам вернуться к себе, для того, чтобы вы больше не были в состоянии уставшей такой лошади, которая бежит за всем, да, чтобы вы чувствовали себя счастливой, успешной, расслабленной, женственной, и чтобы всё это было только в максимальном таком согласии с вами. Если вы чувствуете, что вы хотите, не хотите работать там 8 часов в день, да, и так далее, то есть это ко всему можно прийти. И можно прийти так же, как у нас работает, да, в формате, что мы запускаем несколько курсов за год, и при этом вас спрашивают, мы не понимаем, как это так работает. И созидание. Созидание у нас очень большой модуль, то, что вы здесь видите, это лишь одна десятая того, что у нас будет. Все, кто у нас был на курсах, вы знаете, когда вы заходите, там, 100 уроков обычных и 100 уроков дополнительных, да, многие люди думают, боже, нигде ни на одном курсе такого не дают. В созидании у нас будет с вами всё. Это тексты, видео на миллион, да, и мероприятия, вебинары на миллион. Это та экспертность, которая у меня есть, я просто не могла ей не поделиться. Для тех, кто не хочет работать в сфере онлайн, для вас всё равно очень важно уметь разговаривать в таком формате, уметь подавать информацию в таком формате, чтобы вас хотели слушать, чтобы вас часами слушали, чтобы записывались на ваши вебинары бегом, чтобы ставили будильники. И, кстати, мне многие писали из вас, что поставили будильники на то, чтобы не забыть про этот вебинар. Вот. Также, ну, то есть вот эти уроки, эти модули, они подойдут для всех, потому что даже если вы не хотите работать в сфере онлайн, это ваш софт-скилл, да, то есть ваша задача научиться преподносить себя, научиться говорить о том, что вы создаёте, иначе, ну, это всё не работает. Затем это продвижение своих соцсетей, это и TikTok, и YouTube, и Instagram, и с вами будем говорить про всё. То есть в TikTok я буквально за 3-4 месяца такой работы набрала почти 100 тысяч подписчиков. Это не те 100 тысяч подписчиков, которые, там, дети пишут комментарии, ну, странного формата. Я знаю, что многие очень агрессивно относятся к TikTok. Это та аудитория, которая, где сейчас есть многие из вас, которые с TikTok пришли, это та аудитория, очень думающая аудитория, это люди, которые готовы учиться, которые хотят учиться, которые очень любят саморазвитие и так далее. И мы с вами будем работать именно в том формате, чтобы ваши соцсети, которые вы создаёте, TikTok, YouTube, Instagram, чтобы он был максимально осознанным, чтобы он был максимальным согласием с вами. Если вы не хотите танцевать, вы не будете танцевать, вы будете делать то, что вы хотите. И весь этот курс, он работает в таком формате, что вам даются все инструменты для того, чтобы вы понимали, как и что создать, а всё остальное вы уже, мы будем с вами выстраивать так, чтобы это было максимальным согласием с вами. Затем, это тоже очень для меня важный модуль, это художник своей реальности, как раскрыть себе творца, и это очень ответственный модуль, ответственный и для вас, и для меня, потому что автор своей жизни, позиция автора своей жизни, это навсегда избавиться от, это значит, навсегда избавиться от страха проявления себя и от синдрома жертвы. Затем мы также с вами будем говорить про запуск собственных проектов от А до Я, и про видение продукта, про то, как его создать в лёгкости удовольствия, про то, как не выгорать. Самая основная концепция – это то, что это менторство, это не про то, чтобы вы выгорели, и всё отложительно потом, это про то, чтобы вы нашли себя и уже на всю жизнь не теряли больше себя никогда, и чтобы создавали максимальной лёгкости. И также мы будем говорить про упаковку продукта на миллион, про то, как делать так, чтобы вы, даже если вдруг так вышло, что по семейным обстоятельствам вы пропали, вы появились через какое-то количество месяцев, и всё равно все люди сразу к вам бегут на ваши мероприятия, покупают какие-то ваши продукты и так далее, про то, как всё это упаковывать, себя или ваш продукт, для того, чтобы про вас точно никогда не забывали. Про то, как найти себя, продвинуть себя, и будем также говорить про квантовый скачок и про навык продаж в счастливом состоянии. Это, ещё раз говорю, лишь очень-очень малая-малая часть того, что у нас с вами будет на этом менторстве, это всё ещё расширяется, становится ещё больше, круче, шире, и если вы чувствуете, что вы не хотите идти в бизнес, это не значит, что это всё чисто для бизнес-вумен и так далее. Это больше, скорее, про проявление. У нас с вами будет направление и про бизнес, и про узнавание себя. Но в первую очередь вы возвращаетесь к себе, чтобы понять, что я хочу, чтобы понять ваши, чтобы понять, что вы хотите, ваши мечты, ваши цели, ваш зов, ваше предназначение, и при этом не то предназначение, где вы бегаете 10 лет, пытаясь найти что-то. Это позиция ответственного человека, найти то, что вам надо сделать, сделать это, и затем открываются новые двери. Даже если вы искренне не любите то, что вы делаете, это можно всё сделать таким образом, даже написав один полезный пост, просто поделившись всеми вашими знаниями, у вас откроются дальше новые пути, новые двери. Потому что, ещё раз, чтобы наполниться, надо опустошиться. Волшебность. Хорошо. И я расскажу ещё раз про это менторство, что у нас есть, будет три пакета, будет всего 33 места на данное менторство. Это 20 мест на пакете «Успешное, счастливое и расслабленное», 10 мест через расслабление к космическому успеху, и три места «Космическая женщина» на миллиард. В «Успешное, счастливое и расслабленное» мы с вами очень много... То есть у вас всё входит, да, всё, что программа, что я сейчас рассказала. Опять же, то, что я рассказала, это минимальное такое описание того, что будет. И это будет работа очень плотная на протяжении трёх месяцев. Самое очень важное – это то, что у вас будут уроки выходить один раз в неделю, сразу несколько уроков. И очень часто бизнес-курсы выглядят в формате пять недель. Мы специально сделали целые три месяца. Это для бизнес-курсов очень много, причём это не совсем бизнес-курс. Мы специально сделали три месяца для того, чтобы все всё успели. Для меня очень важно, чтобы... То есть ещё раз этот курс про женское состояние, про достижение самых шикарнейших и финансовых, и других целей, да, в таком чувствовании себя, в максимальном чувствовании себя и своих желаний. Это доступ ко всем модулям курса. Это лекции приглашённых спикеров и презентации лекций. Это общий чат участников с кураторами и проверка ваших домашних заданий. И также, так как мы в первый раз сейчас презентуем эту программу, мы решили сделать для вас такой прекраснейший бонус. И, кстати, «Космическая женщина на миллиард». Не написали про бонус, по-моему? Да, не написали. Окей. «Успешное, счастливо, расслабленное» это вы выберете, какой вы захотите курс. То есть это одна ступень курса английский от A до Z. На данный момент эти курсы стоят от 20 плюс тысяч, 25-29. Мне надо посмотреть ещё раз на сайте, потому что у нас много проектов одновременно стартует. Или вы сможете пойти на курс по испанскому языку прогресса. Более 100 уроков плюс дополнительные уроки у нас есть. Это специально для того, чтобы вы не просто себя максимально нашли, расслабили, а нашли своё дело и проявлялись через это дело. Но также и для того, чтобы вы, если захотите, делали это через иностранный язык. Возможно, вам захочется сразу проявляться на международном формате. И мы специально сделали этот бонус сейчас. Я не знаю, будет он потом или нет. Скорее всего, нет. Потому что это вообще абсолютно разные сферы. Мы просто захотели сделать такой формат, чтобы вы, ну, кто сегодня был, кто сегодня здесь есть, максимально получили всё самое-самое лучшее, потому что вы этого на 100% достоинны. И второй пакет, да, это через расслабление к космическому успеху. Туда входит всё, что входит в пакет успешное, счастливое, расслабленное. Также есть групповое менторство в небольших группах, где мы с вами будем работать именно уже над вашими целями. То есть это, да, групповое менторство, но при этом мы идём к вашим личным целям. И в групповом формате мы работаем вот так вот два месяца, достигая ваших целей. Опять же, слово «достигаю» мне не нравится, доходя до ваших целей, мечт, желаний и так далее. Также у вас будет распаковка личности через работу с вашими страхами, через практическую работу. То есть мы с вами будем, сначала мы найдём эти страхи, затем мы будем с вами работать в таком формате, что у вас будет, опять же, ещё раз группа, где вы сможете учиться работать с вашими страхами. У кого-то это работа говорить на большой аудитории, страх говорить на аудитории, страх себя продавать, страх, опять же, себя продавать, да, ну, страх продавать то, что вы создаёте. страх быть услышанным и так далее. Сначала мы находим ваши страхи, и затем мы с вами их прорабатываем. И также туда входит индивидуальная поддержка от меня на протяжении трёх месяцев, и как бонус мы решили добавить две ступени, то есть это два уровня любого из наших языковых курсов. И самый такой интереснейший момент, это космическая женщина на миллиард, это сюда входит всё то, что входит в пакет через расслабление космическому успеху, это доступ к программе на целый год, индивидуальная поддержка целый год от меня на протяжении года, то есть это не только по сфере вашего бизнеса, проявления себя, дела вашего, где вы себя проявляете, также по поводу вашего состояния, ваших страхов, ваших мечт, ваших желаний. Мы всё это будем с вами прорабатывать, в максимально мягком состоянии для того, чтобы больше не было никаких страхов, проявлений, чтобы вы чувствовали себя. Вот я каждую секундочку своей жизни кайфую от того, что я делаю. Также там будет индивидуальное менторство по работе над индивидуальными проектами целых 4 месяца, за 4 месяца можно очень многое сделать, да, и групповое менторство, которое есть тоже в пакете через расслабление космическому успеху, и также туда входит трёхнедельный практикум по медитациям, медитативное состояние в сотворчестве со Вселенной, то есть вы целых 3 недели, и затем, то есть 3 недели интенсивной работы, затем вы будете всё это делать на протяжении года работы. Сначала мы убираем страхи, убираем страх ошибок, и затем мы заполняем всё это место, которое у вас появилось, когда мы с вами убрали эти страхи с помощью специальных медитаций, практик и проработок, и затем мы заполняем всё это место прекрасным светом наполненности, чтобы поделиться этим. Это очень глубокие практики, которые также делают и мои близкие, и мои подруги, и они действительно работают 100%. Это то, что я иногда делаю эти медитации по 8 часов, 5 часов, это просто так настолько захватывает, что это целый космос. И, конечно, это помощь в продвижении вашего продукта, это реклама в моих соцсетях. Опять же, это не та реклама, вы знаете, что я не делаю рекламу, я просто поделюсь с вами, со своей аудиторией тем, что вы делаете, тем, что вы создаёте, и таким образом ещё больше людей узнают о том, что вы создаёте. Прекрасно, хорошо. Я чувствую, что очень сильно может изменить мир каждой девушки и женщины, потому что если мы с вами привыкли работать в таком формате, что мы идём через достигаторство, через выгорание, через, знаешь, там, умринуй, делай, ну, это не та природа, которая подходит многим женщинам. Если для вас это работает, это прекрасно и замечательно, а если это вас убивает, то это очень грустно. И, наверное, самое прекрасное, что вы можете сделать для себя, это найти себя новую, другую, космическую, раскрыть себя, и в том формате раскрыть, что вы уже больше не будете бояться проявляться, не будете бояться делать самые космические, прекрасные результаты. И я забыла ещё один момент сказать, что в пакете «Космическая женщина. Миллиард» у нас с вами идёт целых пять ступеней курса или курсов по английскому или по испанскому. То есть вы ещё на протяжении года будете параллельно учить язык. Вы знаете, что, ну, то в каком формате мы стали сейчас преподносить тоже наши языковые курсы. Это та же самая концепция, что вы через любовь к языку, через ваше хобби, через ваш кайф, ну, приходите к самым максимальным результатам, сдаёте международные экзамены, и там бизнес у нас открывают. У меня вот недавно ученица, ну, нет, не недавно, два года назад открыла свою школу йоги в Колумбии. Также кто-то уезжает в Австралию работать, в США работать, там, ну, фитнес-тренером, да, тоже, в принципе, сами на себя работают. Вот. Поэтому, дорогие мои прекрасные девушки, буду очень рада видеть каждую из вас. И вы можете оставить свои данные, если вы хотите консультацию, либо также, конечно же, у нас есть рассылочка, вы можете связаться, и на протяжении 24 часов у нас с вами будут работать данные, ну, вы видите, зачеркнутые цены, да, потом цены будут выше. И также, конечно же, если у вас какие-то есть переживания, вы можете написать, и мы с радостью вам поможем. Все раз этот курс будет проходить всего один раз за следующий год. И, ну, для меня еще в том 2018 году было очень важно поделиться с девушками, женщинами, что бывает по-другому. И это моя самая главная ценность. И через сегодняшний вебинар, через то, что я рассказывала про этот курс, я чувствую, что очень много жизней изменится после данного менторства. И сейчас я с радостью отвечу на ваши вопросы. Вы можете еще раз задать ваши вопросы. И вот я вижу вопрос. Пожалуйста, побольше рассказать про ответственность, как стать более ответственной. Это, наверное, глубокий процесс, но это не, наверное, это глубокий процесс, который, ну, наверное, надо пройти каждому человеку, да, кто хочет стать автором своей жизни, достигать самых максимальных результатов. Ну, в первую очередь, это, конечно же, формат того, что мы с вами, у нас есть с вами зов, у нас есть с вами мечты, и в первую очередь мы, как девушки, как женщины, берем ответственность за свое состояние, потому что в негативном состоянии, когда мы с вами потеряны, себя услышать невозможно. Невозможно быть хорошим другом, невозможно быть хорошей дочерью или хорошей женой, потому что вы будете негативить и приносить не ту атмосферу домой. Это ваша ответственность. И, ну, в первую очередь, это ответственность за то, чтобы брать, вы берете и работаете над собой, вы берете и делаете максимально, ну, свой максимум, но при этом в расслабленном состоянии, не убивая себя. Это очень широкий вопрос, но это, опять же, идея того, что есть путь маленьких шагов, что вы каждым маленьким шагом идете к своей мечте, которая у вас есть. И каждая мечта у каждого человека, она разная. И это прекрасно, это волшебно, это чудесно. И самое главное для, ну, я искренне верю, что для девушки, для женщины, это услышать себя и не позволить, чтобы другие люди тебе сказали, что ты должна быть такой или сикой, или не позволять, ну, выстраивать личные границы, не позволять, чтобы кто-то диктовал вам вашу реальность. Ваша ответственность прийти в этот мир и сделать то, что вам предназначено. И если вы, не умеете выстраивать личные границы, о которых мы тоже очень много будем говорить на курсе и выстраивать их, то кто-то будет решать за вас, как это делали в школе. Ну, мы с вами знаем, что бывает по-другому, и даже если вы не учились на домашнем образовании, я с радостью поделюсь с вами тем, как бывает по-другому, что вы сами решаете, хотите выходить на уроки или не хотите. Вы сами решаете, когда и какие уроки вам выполнить. вы сами решаете, что вы хотите от этой жизни, и вы сами это делаете, и это ваша задача, и больше никто и никогда не будет вам что-то диктовать. Это ваша ответственность, и ваша ответственность научиться слышать себя и делать то, что у вас есть, вам говорится изнутри, вам преподносит жизнь и не слушать других. и на вопрос, с чего лучше начать в проявлении себя. А у каждого свой ответ на этот вопрос, потому что у вас уже жизнь стала таким путем, что, ну, в таком образе, что, таким путем, в таком образе, отлично, прекрасно. У вас уже жизнь случилась в таком формате, что у вас уже, у каждого из вас, есть условия, и в которых вы сейчас находитесь. И то, что вы можете сделать, это, еще раз, да, либо поделиться какими-то знаниями, которые у вас есть. Я вам сейчас расскажу на своем примере, когда, ну, я, у меня была мечта стать полиглотом, я им стала, довела большое количество, то есть, четыре из моих пяти иностранных языков подтверждены сертификатом С1, некоторые подтверждены специальными экзаменами уровня С2, и это очень круто для полиглота, потому что очень мало есть людей, которые доводят дело до конца. Но потом я поняла, что, ну, я прекрасно обожаю языки, но я больше не могу учить языки до тех пор, пока я не поделюсь тем, что я знаю. Это моя ответственность, и у каждого из вас есть тот момент, то есть, нужны изначальные данные, где вы сейчас, в какой вы точке, что вы, как вы, но я больше, чем уверена, что сейчас у вас в сердце тоже есть понимание, куда и как вам двигаться более или менее. Хорошо. Я благодарю каждого из вас. если больше нет никаких вопросов, я буду безумно счастлива видеть каждого из вас на этом менторстве, и если у вас остались вопросы, вы можете с нами связаться, мы с радостью поможем вам, и, конечно же, есть рассрочка. Более того, курс стартует 1 марта, у вас будет время для того, чтобы успеть все свои моменты доделать, также после того, как вы примете решение, что вы хотите пойти на курс, вам в январе придет информация о том, как подготовиться, у вас будет до 1 марта время, 2 месяца, для того, чтобы все свои задачки закрыть, чтобы максимально эффективно подойти к этому курсу, потому что, еще раз, то, что не опустошено, не может наполниться, и вам нужно будет некоторое время освободить, и будут инструкции, которые вам будут даны, и книжки, которые вам надо будет прочитать, для того, чтобы максимально в кайфовом состоянии пройти этот курс и получить максимальнейший результат. Я благодарю каждого, спасибо большое, что сегодня были здесь, благодарю, увидимся с вами на курсе и на наших дальнейших всех мероприятиях, благодарю, спасибо всем, пока-пока.